Джои Адамсон «Моя беспокойная жизнь» Сокращенный перевод с английского Издательство «Прогресс», Москва, 1981 год Читает Николай Казий Сен-Бернар в автобусе Не явилось ли своеобразным предзнаменованием моей дальнейшей судьбы То, что в детстве нашей любимой игрой была охота на львов И что из-за моих русых волос и умения хорошо бегать Мне всегда приходилось исполнять роль львицы В дни летних каникул в австрийском имении Зайфенмюля Собиралось до 15 детей И среди них всегда находилось немало желающих поохотиться на двух львов Роль льва неизменно исполнял мой любимый кузен Питер А поскольку имение было большим То охотникам нередко требовалось несколько часов, чтобы выследить свою добычу Иногда им даже не удавалось поймать нас в установленное время Тогда охота прекращалась, и мы, львы, выигрывали Игра была захватывающей Если мы видели, что охотники приближаются к одному из наших укрытий Один из львов рычал, чтобы отвлечь их внимание, а затем спасался бегством Все мои самые дорогие воспоминания детства связаны с имением Зайфенмюля Которое принадлежало роду моей матери Вайсхуном Семья моей матери издавна владела несколькими бумажными фабриками На этих предприятиях приходилось, помимо прочего, перерабатывать вышедшие из употребления банкноты Я хорошо помню то время после Первой мировой войны Когда за дюжину яиц нужно было отдавать банкноту достоинством в один триллион А поскольку сама бумага еще представляла ценность Банкноты сваливались в огромные груды во дворах фабрик Мы проделывали в них туннели и играли среди миллиардов и триллионов Столь необычным было наше знакомство с деньгами Но оно, возможно, и помогло мне понять, насколько они в ряде случаев обесцениваются В каникулы на вилле Фредерико собиралось иногда до 30 детей Родственники Вайсхунов приезжали не только из Австрии, но и из Германии, Италии, Англии и Америки Приезжали также и друзья И тогда над входной дверью виллы появлялась соответствующая духу нашей семьи надпись Десятерых пригласили, двадцать пришло Добавьте в суп воды, пусть будет всем хорошо Для детей вилла была райским уголком Здесь были теннисный корт и плавательный бассейн Мечтой каждого было съехать на велосипеде с вышки для прыжков по деревянному желобу в воду Не перевернувшись, или сесть на четырехколесную тележку И скатиться на большой скорости в бассейн, пытаясь не пойти ко дну, когда она шлепалась в воду Вместе со своими родственниками мы устраивали наши семейные олимпийские игры Состязались в метании диска, прыжках в высоту, стрельбе по мишеням, верховой езде и вскачках с препятствиями В дни рождения взрослых мы ставили пьесы, а вечерами нередко давали концерты, на которых пели песни или играли в созданном нами импровизированном оркестре Летом самым большим событием был праздник урожая Как только последние вазы зрелой кукурузы засыпались в амбары, к нам в своих красиво убранных повозках и праздничных домотканых одеждах приезжали крестьяне Управляющий вручал главе семьи дядюшке Карлу двухметровую корону, сделанную из кукурузы, маков, ромашек и васильков Затем какая-нибудь девочка в хрустящем от крахмала белом платьице с гладко зачесанными назад волосами и сияющим личиком запинаясь читала стишок Дети разносили на подносах печенье, сладости, фруктовые соки и шнапс, и тогда начиналось настоящее веселье Затем дети и взрослые забирались на большую повозку и ехали к украшенному яркими флагами и лентами амбару, превращенному в танцевальный зал Под звуки концертина и двух скрипок дядюшка Карл с супругой управляющего открывал бал, а ее муж танцевал с моей тетей Потом уже к ним присоединялись и мы Из людей, проживающих в имении, я особенно хорошо помню нашего кучера Венгра Орга, у которого было много черноволосых детей Он часто брал меня с собой в лес по грибы, и я очень любила его В имении водилось много косуль, зайцев, лисиц, куропаток, и охота считалась традиционным увлечением нашей семьи Я не любила организованную охоту, когда вооруженные люди располагались большим полукругом в ожидании появления перепуганного загонщиками зайца, несущегося навстречу своей гибели Но вообще-то в детском возрасте я уже довольно сносно стреляла из ружья Единственным проявлением моего отвращения к охоте было то, что я не любила мясо убитых на охоте животных И категорически отказывалась есть зайчатину, причем меня даже наказывали за мои капризы Когда мне исполнилось 15 лет, произошел необычайный случай, который произвел на меня неизгладимое впечатление Как-то под вечер мы обходили угодья с нашим лесником Мы видели ни одного оленя перед тем, как присели передохнуть на лесной полянке Вскоре появился самец-косули и, пощипывая на ходу траву, направился к небольшому ручью Дневной свет угасал, и безмолвие лес оказалось лишь усиливало красоту животного, идущего в нашу сторону Помнится, что в тот момент, когда я размышляла о бессмысленности стрельбы по такому совершенному существу Лесник протянул мне свое ружье и сказал, чтобы я застрелила кацулю, потому что рога у нее были неправильной формы Я прицелилась, выстрелила и убила ее Как я могла с такой нежностью думать о животном, а минуту спустя убить его? Что же я наделала? Смогу ли я когда-нибудь снова доверять себе? Прежде чем подвесить тушу на шест, лесник торжественно вручил мне сосновую веточку, обогренную кровью животного За обедом эта веточка все еще была у меня в петлице, и мой дядя, заядлый охотник, поздравил меня с первой подстреленной косулей Но я чувствовала себя убийцей и поклялась никогда больше не стрелять ради спортивного интереса Были и другие случаи, которые глубоко запали мне в душу и вспоминали с мной гораздо позднее, когда я решила наконец посвятить свою жизнь охране диких животных У нас жила куница, которую держали для нашего развлечения Но управляющий поместил ее в такую тесную железную клетку, что ей негде было повернуться Жили у нас и маленькие лисята Обычно мы доставали их из охотничьей сумки, и нам разрешалось играть с ними, но, как правило, это продолжалось недолго Затем они исчезали, потому что их использовали при обучении терьеров охоте на лис Был у меня и любимый белый кролик Хаси Однажды во время войны нам подали рагу из кролика Когда я похвалила кушанье, моя мать равнодушно ответила, что оно приготовлено из Хаси Все эти случаи, казалось, и привели меня к мечте об охране диких животных Которая зародилась у меня через много лет спустя, когда я работала в группе Мэри Лики Супруги известного антрополога доктора Луиса Лики Мы производили раскопки в поисках остатков древнего человека в кратере Нгарангора В Танганьике, нынешней Танзании, еще задолго до того, как этот район был превращен в национальный парк Здесь обитало много диких животных, но, несмотря на почти райскую природу, мои мысли постоянно возвращались к одному серому дождливому ноябрьскому утру в Вене Как помнится, на безлюдной улице стоял человек в ожидании автобуса, на котором он должен был добираться до работы Это была единственная живая душа среди серых стен, окружавших его домов, не считая Сен-Бернара, который казался здесь таким же одиноким Немного погодя, собака подошла к человеку и, потершись о его ноги, предложила ему свою верность и дружбу Человек был растроган этим проявлением дружеских чувств и в ответ погладил собаку по шерсти Когда он вошел в автобус, собака сразу же последовала за своим новым хозяином Их обоих тепло приветствовали пассажиры, ежедневно ездившие на работу в том же автобусе и воспринявшие появление собаки как забавное новшество Все оживились и засуетились Собака доверчиво опускала свою большую морду на колени людям, но, как это свойственно Сен-Бернарам, оставляла следы слюны на их одежде Вскоре это вызвало недовольство и протесты, а затем человека попросили вывезти собаку из автобуса И хотя сначала он был, несомненно, польщен вниманием, которое оказали ему из-за собаки, теперь он вытолкнул ее на улицу К тому времени моросящий дождь перешел в снег, который шел весь день Вечером на обратном пути домой человек проезжал мимо того места, где он утром вытолкнул собаку из автобуса В окно он увидел небольшой холмик, покрытый свежевыпавшим снегом Из обитателей Зайфенмюля наиболее колоритной фигурой был мой прадед Обаятельный человек огромного роста с добрым сердцем Его бедная жена мирилась со всеми его проделками, и их брак оставался прочным, как скала Это действительно была скала, служившая надежной опорой их детям, внукам и правнукам Именно он, мой прадед по матери, был первым, кто стал ездить на автомобиле в нашей местности Это была ярко-красная машина, представлявшаяся местным крестьянам дьяволом, изрыгающим дым Чтобы остановить наступление этого угрожающего чудовища, они посыпали дорогу битым стеклом В ответ на это мой прадед, проезжая по деревне, разбрасывал детям пакетики с мятными конфетами, что оставляло значительно лучшее впечатление о чудовище Одна из фабрик моего прадеда стояла на берегу реки, и здесь он решил установить первую в стране гидротурбину С этой целью надо было проложить туннель через холм, чтобы отвезти через него часть стока реки Он был уверен, что перепад потока воды у туннеля примерно в 300 метров позволит вырабатывать достаточной энергии для того, чтобы электрифицировать все бумажные фабрики в округе А поскольку затраты на прокладку туннеля были значительными, прадед попросил заем у своих банкиров Финансирование такого смелого проекта было встречено ими без энтузиазма, но в конце концов все уладилось День пуска воды под туннелю принес огромное беспокойство нашей семье Правительственные, финансовые и технические учреждения прислали своих представителей, чтобы засвидетельствовать момент, когда вода с грохотом вырвется из туннеля Но когда этот долгожданный миг наступил, ничего не произошло Вода не появилась ни на второй, ни на третий день На прадеда надвигалась катастрофа Только на четвертый день по туннелю застроился маленький ручеек, превратившийся скоро в могучий поток Новая эра гидроэнергетики в нашем округе началась Задержка воды на протяжении первых трех дней объяснялась вероятно тем, что сухие стенки туннеля поглощали воду до тех пор, пока не произошло полного насыщения их влагой Очередным проектом прадеда было строительство плотины в узкой долине Зайфенмюля Между отвесными скалами Он предполагал, что созданного с помощью такой плотины водохранилища хватило бы на всю прилегающую местность Однако этот проект был слишком смелым для его современников И лишь после Второй мировой войны в долине Зайфенмюля, которая в то время находилась уже не в Австрии, а в Чехословакии, была построена большая плотина Разрабатывая свои планы, прадед предвидел, что если его плотина будет построена, вилла Фредерико может когда-нибудь оказаться затопленной Поэтому были приняты необходимые меры предосторожности Виллу соорудили из сборных элементов в соответствии с методами строительства стандартных зданий Ее можно было разобрать и снова возвести на более возвышенном месте Во время одной из поездок моего прадеда в Соединенные Штаты Америки, Эдисон, предложил ему деловое сотрудничество И он принял бы это предложение, если бы не сопротивление его жены, которая опасалась, что он вложит весь свой капитал в рискованные эксперименты А прадеду ведь надо было воспитывать 12 детей Несмотря на свои многочисленные дела, прадед всегда проявлял глубокий интерес к своей большой семье У него был обычай бросать золотую монету в ванночку, в которой первый раз купали новорожденного, считая, что это принесет ребенку счастье Я хорошо помню, как сильно он расстроился, когда опоздал на первое купание моей младшей сестры и увидел ее уже одетой Из любой заграничной поездки он возвращался с каким-либо подарком для каждого из своих внуков и правнуков, хотя нас было 30 человек Я могу вспомнить еще много других мелких событий, связанных с прадедом Например, однажды на прогулке мы проходили с ним мимо лиственницы, покрытые небольшими наростами, свидетельствующими о заболевании, вызванном какими-то паразитами Попросив меня помочь ему, прадед сразу же начал срывать их, утверждая, что если человек видит какое-то дело, которое надо выполнить, он должен действовать немедленно Поскольку подобной возможности может больше и не представиться Я часто потом вспоминала эти его слова Однажды, уже в возрасте 82 лет, он с лесником объезжал на санях свой лес На одном из крутых склонов сани перевернулись и покатились вниз Прадед не был ранен, но, казалось, находился в шоковом состоянии Тем не менее, он настоял на том, чтобы продолжить поездку В обед он пожаловался на небольшую головную боль и затем поднялся в свою комнату с тем, чтобы отдохнуть Полчаса спустя кто-то вошел в его спальню и нашел его мертвым Мы, дети, наблюдали за похоронами из окна Процессия, во главе которой шел оркестр местной пожарной команды, казалась бесконечной Шли крестьяне из ближайших имений, работники фабрик, многие друзья прадеда и большинство жителей близлежащего городка Никто из нас тогда даже и не предполагал, что на протяжении жизни одного поколения Наша дружная семья будет разбросана по всему свету, не сохранив почти ничего общего, кроме глубоких корней, связывавших нас с Зайфенмюля Мой отец, старший советник строительного комитета Виктор Гесснер, был гражданским служащим А позднее, во время Первой мировой войны, он стал полковником При всей моей любви и уважении к нему, я его побаивалась Он часто рассказывал нам различные истории, учил наблюдать за поведением муравьев и других мелких насекомых И временами бывал очень ласковым Но иногда без всякого повода он игнорировал нас, издевался над нами или наказывал Гораздо ближе я была к своей матери, привлекательной, одаренной и милой женщине Я очень гордилась ею, она казалась мне богиней Мать пела, у нее была приятная сопрано Она хорошо рисовала и всегда была душой общества Единственная моя жалоба в ее адрес заключалась в том, что нас часто оставляли сначала на попечении няньки, а потом гувернантки И получилось так, что, хотя я обожала свою мать, наша повариха Милли стала моим ближайшим другом Человеком, к которому я всегда шла за сочувствием и утешением Она обладала бесконечным терпением и была доброжелательным зрителем Когда, нарядившись в шале матери, я танцевала или играла под сценическим псевдонимом Бобрики Энгер Я боготворила свою мать, но не могла понять, почему иногда она обижала меня То забывая о своем обещании взять куда-то с собой То обсуждая со своими друзьями мое стихотворение, которое я стеснялась даже показать ей сама И прятала обычно под ее подушку Кроме родителей, у меня была еще сестра Трауте, старшая меня на год И сестра Дорле, на 9 лет моложе Мне трудно сказать, что я представляла собой, когда была ребенком Но могу привести строки из письма, которые написала мне мать в день моего 16-летия Она призналась в нем, что мое появление на свет 20 января 1910 года Было большим разочарованием, поскольку родители ждали мальчика Меня назвали Фредерикой, именем, которое давалось каждой второй дочери в роду моей матери К нему было добавлено имя Виктория Но мой отец, будучи не в состоянии примириться с фактом, что я девочка Называл меня фрицем Обращался со мной, как с мальчиком И заставлял носить мальчишескую одежду По словам матери, я не боялась ничего, кроме какого-то вымышленного бубутца Которого придумала Милли для того, чтобы держать меня в повиновении Я питала страсть к цветам, особенно к фиалкам И поэтому делалось все, чтобы я получала эти цветы в день моего рождения Так как для меня никакой другой подарок не мог сравниться с ними Я любила музыку И могла читать ноты с листа еще до того, как выучила азбуку Если я бывала расстроена Я просила сыграть что-нибудь из произведений Шопена, чтобы успокоиться Так как все в нашей семье обладали музыкальностью Было естественно, что каждый пел или играл на каком-либо инструменте А прислуга исполняла на несколько голосов славянские народные песни В школе я училась легко и настолько добросовестно относилась к выполнению домашних заданий Что даже когда у нас бывали гости, я нередко просила разрешения покинуть их Чтобы успеть подготовиться к следующим занятиям Но больше всего мне запомнилось, как после ужина мы с моим кузеном Питером Иногда потихоньку ускользали из виллы Фредерика Ложились на лугу в траву И, глядя на звезды, обсуждали, что мы будем делать, когда станем взрослыми Оба мы мечтали об исследовании разных стран И открытии новых видов животных В известном смысле наши мечты действительно сбылись Питер поселился в канадской провинции Альберта А я на протяжении последних сорока лет живу в Кении Первая любовь В конце Первой мировой войны наши края перестали быть австрийской Силезией И отошли к Чехословакии Часть нашего недвижимого имущества и фабрик оказалась конфискованной Я была еще маленькой, когда поняла, что семейство моей матери считалось более зажиточным, чем семейство моего отца Я болезненно ощущала это неравенство Особенно, когда кузены из семейства Вайсхунов смеялись над тем, что подметки моих туфель для прочности были прибиты гвоздями Когда мне исполнилось 8 лет, видимо, для спасения своего брака, родители решили обзавестись еще одним ребенком в надежде, что родится мальчик Но родилась третья дочь, Дорли И через 4 года мои родители развелись Моя мать переехала в Вену и очень скоро вновь вышла замуж Ни сестры, ни я не любили отчима, и поэтому мы все оставались с нашим родным отцом Но в конце концов было решено, что Траут и я будем жить в Вене с нашей бабушкой по материнской линии И только Дорли осталась с нашим отцом С тех пор мы виделись с ней редко И в конце концов потеряли всякие связи с Гесснерами Следующие 4 года я провела в закрытом учебном заведении Где преподавание велось новыми и поистине необычными методами Это было одно из 6 созданных после войны правительством Австрии Таких учебных заведений для детей в возрасте от 12 до 18 лет У нас был шведский гимнастический зал А в хорошую погоду уроки проходили в саду Преподавание велось преимущественно в форме вопросов и ответов И разыгрывались различные исторические сцены Наши учителя были собраны со всего света И географию, например, преподавали с использованием кинофильмов Сопровождавших селекциями людей из тех стран, о которых рассказывалось в фильмах Затем я продолжила учебу в экспериментальной школе Там были обширные парки, игровые площадки, крытый манеж, плавательный бассейн, больницы и часовни В лабораториях мы составляли из химических веществ различные смеси, которых я всегда боялась, поскольку они могли взорваться К моему большому удовольствию здесь было много комнат, изящно украшенных лепкой и позолотой Где мы могли заниматься музыкой И огромное столовое, которое мы часто превращали в концертный зал и исполняли произведения Гайдена Мне повезло в том, что я могла брать уроки игры на фортепиано у профессора, который ранее преподавал в консерватории имени Моцарта в Зальцбурге Я пробовала также играть на скрипке, но скоро обнаружила, что мои уроки слишком малы для этого Мы часто ставили французские и английские пьесы, занимались лепкой, литографией и живописью Живопись я любила больше всего и особенно увлекалась украшением стен комнат, где мы жили, фресками Как-то мне поручили нарисовать деревенский оркестр, играющий на празднике урожая Я была поклонницей Тони Конрада, дирижера Венского симфонического оркестра и брата директора нашей школы И на своей фреске изобразила его дирижером деревенского оркестра Сходство оказалось настолько поразительным, что однажды Конрад приехал посмотреть на свой портрет Это было выше всех моих ожиданий, и когда позднее нас представили друг другу, я была на вершине блаженства Прием в экспериментальные школы осуществлялся по конкурсу, то есть по знаниям И поэтому в них попадали дети из всех специальных слоев общества Это помогло мне избавиться от предрассудков, и я научилась уважать индивидуальные способности каждого Я любила свою школу, но когда мне исполнилось 15 лет, ушла из нее с тем, чтобы серьезно заняться музыкой С тех пор я жила у бабушки по материнской линии Мы звали ее Ома Всем, что есть у меня хорошего, я обязана бабушке Она проявляла бесконечное терпение, пытаясь понять волнующие меня проблемы И помогала мне больше примером, чем советом в преодолении моих трудностей Она неустанно повторяла мне, что поскольку она не сможет быть постоянно со мной и защищать меня Я должна в конце концов сама нести ответственность за свои решения Чтобы подготовить меня к этому, она предоставляла мне полную свободу и полностью доверяла мне В результате я никогда ничего не делала за ее спиной и всегда обсуждала с ней свои проблемы Ому совсем не смущал ее преклонный возраст В 70 лет она брала уроки живописи, играла на фортепиано и пела глубоким контральто Она упражнялась ежедневно, чтобы совершенствовать свою технику Добрый характер Омы привлекал к ней людей как магнит И поэтому ее дом всегда был полон гостей, которых она, если это было необходимо, успокаивала и утешала, как своих родных Следующие два года я усердно трудилась, чтобы получить официальное свидетельство об образовании по классу фортепиано Которое давало право быть преподавателем музыки Расписание занятий у меня было менее напряженным, чем в музыкальной школе Но оно также требовало изучения контрапункта, гармонии, композиции и истории музыки Я работала много, слишком много, и в результате перетрудила обе руки Они оказались недостаточно сильными, чтобы дать мне какую-то надежду стать профессиональной пианисткой Я довольно сносно справлялась с упражнениями до тех пор, пока мне не попадалось подряд много октав Но когда я увидела программу выпускных экзаменов, мое сердце оборвалось С гаммами и классическим произведением я могла бы справиться Однако последняя часть экзаменов включала произведение современного композитора с бесконечным рядом октав Как бы я ни старалась разучивать этот пассаж, мои попытки всегда заканчивались судорогами обеих рук Утром, накануне экзамена, у меня произошло несчастье Я резала довольно жесткий и ржаной хлебец, как вдруг нож сорвался и глубоко порезал подушечку большого пальца левой руки Если бы я не появилась на экзамене в тот день, это означало бы, что он будет отложен на целый год Поэтому я туго перевязала рану и пошла на экзамен в надежде на счастье Экзаменатор заметил мою повязку Он оказался симпатичным человеком и, видимо, остался доволен тем, как я отбарабанила свои гаммы и сыграла произведения Баха и Бетховена Когда дело дошло до виртуозной пьесы, повязка к моему счастью сорвалась и кровь залила клавиши Экзаменатор сразу остановил меня и, поскольку его вполне устраивало то, что он уже слышал, поставил мне удовлетворительную оценку Я не ожидала этого, ведь мне было всего 17, на год меньше, чем студентам, которым обычно дается право преподавания И я ликовала от счастья Но что мне было делать дальше? Я осознавала, что никогда не смогу давать концерты, а быть преподавателем мне не хотелось Отказавшись от музыкальной карьеры, я поступила на двухгодичные курсы кройки и шитья и получила диплом Занимаясь на курсах, я проводила вечера за тем, что рисовала с натуры, изучала искусство реставрации картин и брала уроки пения Я изучала также машинопись и стенографию и делала попытки оформлять афиши и обложки книг Я, конечно, была довольно занята, но никак не могла ни на чем остановить свой выбор Во время летних каникул мы поехали в Зайфенмюлле, где, несмотря на мою любовь к этому месту, проводить целые дни на теннисном корсе или в плавательном бассейне надоело мне до безумия Поэтому я спросила у Омы, не могу ли я брать уроки у скульптора Капса, который жил недалеко от Зайфенмюлле и недавно сделал мраморный саркофаг для нашего фамильного склепа В то время он работал над огромной фигурой Христа, которая должна была украсить военный мемориал Фигура изготовлялась из мили Завороженная, я наблюдала, как он трудился, создавая фигуру по частям и затем соединяя металлические пластины воедино Никогда раньше я не видела подобного метода работы Я пробовала свои силы в изготовлении ваз с барельефом, а под ней занялась чеканкой серебряных тарелок, инкрустируя их полудрагоценными камнями Но все-таки меня больше всего интересовала скульптура, особенно вырезание фигур из цельного куска дерева Моей первой резной работой была женщина, держащая в руках кролика Может быть, у меня в голове была мысль о Хасе? Я была увлечена этим искусством, так как оно давало возможность использовать структуру дерева для передачи динамичности фигуры Теперь мне казалось, что я нашла средство, с помощью которого смогу удовлетворить свое честолюбие художника Я была настолько поглочена резьбой, что не заметила, как Капс стал проявлять ко мне повышенный интерес Его брак с самого начала не был счастливым А его знакомые в Заубсдорфе надоели ему, поэтому я, видимо, внесла новую струю в его жизнь Пока он рисовал мой портрет, мне казалось, что он слишком пристальный и довольно странно смотрит на меня А когда позднее он сказал, что хотел бы изваять мою фигуру в обнаженном виде Я ответила отказом и уехала в Вену Мне было 18 лет Я была высокой, стройной, но довольно несерьезной Со своим вздернутым носиком я чувствовал себя золушкой по сравнению с Траутой, которая имела красивые черты лица Она пользовалась большим успехом у студентов, и ее всегда приглашали на вечеринки Я лично считала большинство студентов скучными людьми, а многих определенно отталкивающими, поскольку их лица были разукрашены шрамами, полученными в поединках Однако мне не хотелось чувствовать себя оторванной от того веселого мира молодежи, в котором жили Трауте, мои подруги и знакомые с курсов кройки и шитья Мы брали уроки танцев, чтобы подготовиться к нашему первому хофбургскому балу, который всегда проходил в императорском замке С нетерпением ждала я этого торжественного вечера, но когда он наступил, подумала, что кружиться в вальсе перед рядами глазеющих людей и пытаться улыбаться, когда партнер наступает тебе на ноги, слишком странная форма развлечения Чем больше я общалась со своими сверстниками, тем больше я убеждалась, что они более осведомлены в вопросах половых отношений, чем я Не имея никого, кто мог бы поведать мне откровенную правду жизни, я при первой возможности пробралась в библиотеку, где нашла среди другой литературы несколько книг о рождении детей Книги были содержательными, но довольно пугающими, поэтому я решила не вдаваться глубоко в этот предмет Однажды во время каникул я поехал кататься на лыжах и встретила молодого очаровательного венгра Мы влюбились друг в друга, но вскоре он серьезно заболел и был вынужден уехать лечиться Мы переписывались, а когда он выздоровел, то приехал в Вену повидать меня У нас было много общих интересов, и он был приятным собеседником Но я чувствовала, что не люблю его настолько, чтобы выйти за него замуж Хотя он и пригрозил мне уйти в священники, если его предложение будет отвергнуто Мы расстались с друзьями, и я больше не встречала его в течение сорока лет Когда мы наконец встретились вновь, он сообщил мне, что удачно женился, имеет милых детей И я нашла, что он все еще очарователен Наши дружеские отношения остались по-прежнему теплыми И однажды я спросила его, обиделся ли он, когда я сказала, что не смогу выйти за него замуж Он ответил, что, приехав в Вену повидать меня, конечно, надеялся на большее, чем дружба Но был поражен, увидев, насколько я выросла с тех пор, как мы вместе катались на лыжах во время каникул Он признался, что считал неудобным при разговоре со мной смотреть на меня снизу вверх Я получил еще два предложения, которые отклонила нас только тактично, насколько могла Затем у нас произошло внезапное и очень неожиданное событие Вышла замуж в Прауте Кто-то из наших друзей познакомил нас со своим кузеном, приехавшим в Австрию из Аргентины навестить тяжело больного отца Ома пригласила его к нам на чай Он пришел, но не проявил никакого особого интереса к Прауте Вскоре отец его умер, и он собрался обратно в Аргентину Каково же было наше удивление, когда он прислал с борта парохода письмо, в котором предложил Прауте поехать за ним следом в Буэнет-Айрес, где он работал инженером И там стать его женой Она была в восторге и без колебаний дала свое согласие Я недоумевала, поскольку полагала, что замужество должно основываться на взаимной любви и общности интересов обеих сторон В случае с сестрой я не видела никаких признаков глубоких чувств с ее стороны к этому внезапному жениху Кроме лишь восторгов по поводу его необычной формы предложения, а также сильной ее возбужденности, связанной с предстоящей поездкой в Южную Америку В действительности Прауте, как и я, была не подготовлена к замужеству, и оно оказалось неудачным После рождения их единственного ребенка они вернулись в Австрию, где развелись Хотя у нас были совершенно разные характеры, с отъездом Праута я почувствовал тебя одинокой и очень обрадовалась, когда дядюшка Карл позвонил из Тропау и пригласил меня присоединиться к нему и его подруге-актрисе в поездке по Италии Дядюшка Карл был несчастлив со своей женой, и симпатии всех окружающих были на его стороне, когда он позволял себе различные выходки Ома и я часто встречали эту актрису и вполне понимали привязанность к ней дядюшки Карла Поэтому мне было позволено принять приглашение Проведенное время оказалось самым счастливым для всех нас Это была моя первая поездка и в Швейцарию Дядюшка Карл любезно уступил мне свою машину так, что я могла поехать, куда мне хотелось, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Я хорошо изучила горную долину Энгаден, посетила хижину, где создавал свои полотна Сигантини, побывала на леднике, поднималась к истокам реки Инн Примечание Сигантини, 1858-1899 годы, итальянский живописец, писавший правдивые сцены из жизни альпийских крестьян, пастухов и суровые альпийские пейзажи Я ездила также на итальянские озера и к Доломитовым пещерам, много часов провела в картинных галереях Венеции и Милана Наряду со всеми этими достопримечательностями, мне доставляло большое удовольствие сознание того, что своим присутствием, а вернее своим тактичным отсутствием, я позволяла двум людям наслаждаться счастьем Во время поездки я совсем влюбилась в подругу дядюшки Карла, и когда по возвращению в Вену у меня появилась мысль о карьере на сцене, она устроила мне встречу со своим антрепренером Встреча состоялась в кафе Сахер Я вошла в хорошо обставленное и заполненное народом помещение Там меня встретил пожилой горбун, который облизнул свой большой палец и провел им по моим бровям Я остолбенела от удивления, а он засмеялся и сказал, что хотел всего лишь убедиться, натуральные они или подкрашенные Потом он предложил пройти в отдельный кабинет Я с радостью согласилась, боясь, что иначе буду публично подвергнута еще большему испытанию, чем протирка бровей слюнявым пальцем Был холодный и дождливый ноябрьский день, и от этого отделанная красным комната казалась еще более уютной Коротышка сказал мне, что хочет испытать мои актерские способности И что я должна сыграть роль ревнивой жены, которая хочет отвадить своего мужа от его любовницы Мне было предложено покинуть комнату и сказано, что когда я вновь войду, я должна буду найти его играющим роль заблудшего мужа Я вышла и подождала, пока он не позвал меня Он выключил все лампы, кроме одной у кушетки, на которой расположился сам Я медленно приближалась к нему, пытаясь сдержать свою веселость, вызванную этой сценой К сожалению, заметив в его глазах явное ликование, когда он пытался сыграть роль плута, я рассмеялась И это положило конец моей перспективе попасть на сцену Вскоре после этого мой тренер по верховой езде спросил меня, не пожелаю ли я выступить на белом жеребце В постановке Макса Рейнгарта «Мистерия» Представление должно было состояться на большой арене в Вене И школе верховой езды было предложено выдвинуть кандидатуру девушки, хорошо сидящей в седле и умеющей управлять жеребцом Я нашла все это очень интересным, но когда стала обсуждать свои планы с Омой Она категорически отказалась разрешить мне сыграть эту роль Моей следующей авантюрой было обращение к профессиональному фотографу, который делал прелестные цветные фотографии Почти как миниатюры, с вопросом, не возьмет ли он меня в ученицы До сих пор он отказывался учить кого-либо, боясь конкуренции Но мне удалось убедить его, что я не собираюсь становиться его конкурентом и получить согласие В его студии я научилась подмечать в фотографии мельчайшие детали, что позднее пригодилось мне в моих зарисовках цветов Но в целом я не нашла искусства фотографирования особо привлекательным Мои отношения с матерью постепенно достигли критической точки Мы, сестры, никогда не поднимали вопроса о нашем отце Но я чувствовала, что мне хочется защищать его, когда он подвергался нападкам со стороны моей матери Что касается отчима, признать которого она постоянно пыталась заставить нас То я ревновала к нему мать и временами просто ненавидела его за то, что он отдалял ее от нас Некоторое время я навещала свою мать, но только тогда, когда была уверена, что ее муж отсутствует Я любила эти посещения, во время которых мы занимались музыкой или вместе рисовали эскизы То были редкие случаи, когда моя мать принадлежала мне Но она стала использовать эти посещения, чтобы расхваливать отчима, противопоставляя его моему отцу И в конце концов я перестала навещать ее Я очень редко видел своего отца, поскольку после того, как он вновь женился, он построил себе виллу в Тропау Но всегда, когда я встречалась с ним, он был любезен, интересовался, чем я занимаюсь И никогда не пытался вмешиваться в мою жизнь или в чем-то меня упрекать Изредка мы переписывались Однажды утром, когда я работала в студии фотографа, моя мать позвонила мне Она никогда не делала ничего подобного ранее, и я испугалась Холодным, совершенно безучастным голосом она сообщила мне, что только что слышала, будто мой отец умер В последнее время отец болел, но я не думала, что опасность столь велика Далее моя мать сказала, что, как показало вскрытие, он умер от неизвестной болезни селезенки Я едва успела положить трубку и рухнула без сил Ома делала все возможное, чтобы предотвратить окончательный разрыв между мной и матерью И в то время была исключительно нежна и чутка ко мне Я особенно хорошо помню, как однажды накануне Рождества я отказалась поехать к матери, где, как я знала, должна была встретиться с отчимом Ома вошла в мою комнату, крепко обняла меня и подарила мне брошь, которой она дорожила больше всего Это была камея с прелестным изображением богини Дианы с орденом Золотого Руна Камея была в золотой оправе с бриллиантами и имела удивительную историю Она была подарена императором Францем Иосифом, барону фон Седленицкому Ома была знакома с внучкой барона, которая унаследовала камею А после смерти внучки Ома приобрела ее Это был редкий экземпляр, поскольку богиня на камее была изображена в полный рост Камея представляла также исключительный интерес и потому, что она была вручена фон Седленицкому вместо ордена Золотого Руна Которым награждали только знатных аристократов Орден Золотого Руна был учрежден в 1429 году Филиппом Добрым И являлся высшей в Европе наградой для рыцарей Когда Ома приколола мне брошь, чтобы утешить меня в этот печальный день, она сказала Я хочу, чтобы ты всегда была счастлива, когда носишь ее Я очень дорожила камеей до того самого дня, пока 35 лет спустя она не была у меня похищена Мы были знакомы с довольно многими художниками И я несколько раз позировала для портрета У меня до сих пор хранится набросок Вальтера Клира, который я люблю больше всего Анри де Бувар нарисовал меня маслом во весь рост Другой наш друг художник изобразил головку девушки с карими глазами, с янтарного цвета волосами и узким личиком Как картина она была потрясающей, но зная, что у меня голубые глаза, белокурые волосы и круглое лицо Я была поражена, когда он сказал, что видит меня такой Я никогда не понимала, что привлекает людей к модернистскому искусству Будь то искусство импрессионистов, футуристов или абстракционистов На предварительном осмотре выставки в Сецессионе, крупнемишевенской галереи современной живописи Я получила пригласительный билет на Гшнас, известный шутовской маскарад богемы Хотя хофбургский бал мне не понравился, мне очень хотелось попасть на этот новый праздник Представляющий собой апогей венского карнавала С помощью одного способного студента-живописца Мое белое атласное хофбургское платье было превращено в карнавальный костюм В котором половина атласа была покрашена красками, так же, как и часть моей кожи Это было, конечно, оригинально, и с неохотного благословения Омы Я отправилась в Кунстлерхаус, где знакомые комнаты с помощью смелых фресок были превращены в весьма привлекательную сцену Я была очарована и напугана одновременно И моей первой реакцией было побыстрее осмотреться вокруг и стрелой помчаться домой Но прежде чем я смогла выбраться из пёстрой толпы меня обнял за плечи опаш в маске Со словами «ты моя» он увлёк меня Так началась моя первая любовь Когда же через два года она закончилась Я осталась с подаренной мне маленькой таксой по кличке Плинкус и глубокой раной в сердце Залечивать которую пришлось долгие годы В то время в Вене зародился и приобрёл широкую популярность психоанализ Захваченная общим увлечением Я стала наблюдать за всеми, кого мне приходилось встречать чтобы подметить, ведут ли они себя в соответствии с психоаналитическими теориями, о которых я читала и толковать их поступки как проявления подсознания Мои друзья предупредили меня, что я смогу оценить преимущества новой науки только в том случае если сама буду готова подвергаться анализу и я ежедневно по часу безропотно расслаблялась сидя на кушетке в квартире известного психоаналитика По его требованию я говорила обо всём, что мне приходило в голову Предполагалось, что поступая таким образом, человек, не задумываясь, будет обнаруживать свои чувства которые в своё время были подавлены Занимаясь психоанализом, я посещала также лекции по психиатрии на медицинском факультете Изучение случаев психических заболеваний позволило мне кое-что узнать о трагедиях, постигающих многих людей Но более глубокое исследование этих аномалий пугало меня Поэтому в поисках здоровой основы, которая могла стать целью моей жизни я вернулась к занятиям скульптурой Ума, зная о моей возрастающей депрессии поощряла меня брать уроки у известного скульптора профессора Вильгельма Фрасса Его студия находилась в пратере, лесопарке, который тянется вдоль Дуная и одно время был местом королевской охоты Небольшой участок пратера близ Вены иногда использовался для международных выставок В 1873 году, когда в Австрии проводилась всемирная выставка там были построены два стоящих друг против друга больших здания напоминающих греческие храмы Позднее они были превращены в студии для художников создававших монументальное полотно Был чудесный весенний день, когда после прогулки в лесу я добралась до этих двух греческих храмов постояла у фонтана потом прошла по вымощенным плитами ступеням, ведущим к портику и постучала в дверь студии Фрасс приветствовал меня На нем был белый халат и белая шапочка, прикрывавшая его седые волосы Улыбаясь он сказал, какой приятный сюрприз что именно вы решили стать моей ученицей с тех пор, как я увидел вас на художественной выставке мне хотелось сделать с вас скульптуру С этого момента мы стали большими друзьями а вскоре я подружилась и с семьей скульптора С его женой и двумя сыновьями я провела много счастливых вечеров исполняя камерные музыкальные произведения Что больше всего восхищало меня во Фрассе это его манера выполнять все самому от первоначального замысла до завершения работы Очень немногие скульпторы поступают таким образом От него я узнала, насколько важно сделать такой набросок фигуры чтобы он удовлетворял требованиям материала в котором она будет воплощена поскольку камень, мрамор, бронза, воск и дерево предъявляют различные требования к скульптору Создание фигуры из целого куска дерева или камня казалось мне более привлекательным, чем работа с глиной поэтому я вернулась к резьбе по дереву и сделала несколько обнаженных фигур Одно время я стала увлекаться индонезийской резьбой по дереву и намеревалась поехать на остров Бали чтобы поучиться у Вальтера Шписса, который там жил В ответ на мое письмо он сообщил, что я должна либо иметь определенные доходы либо выйти замуж за голландского плантатора но поскольку я не располагала средствами, чтобы жить в Индонезии и у меня не было желания выходить замуж за голландского плантатора я отказалась от этой идеи Мне подумалось, что можно также поехать с человеком намеревавшимся исследовать Соломоновые острова на которых местные жители также занимались резьбой по дереву Однако, когда этот исследователь сказал что если я поеду с ним, он оставит свою жену и я должна буду стать его любовницей мне пришлось отказаться и от этого замысла Конечно, я хотела бы выйти замуж но я не встретила еще такого человека с которым могла бы соединить свою жизнь Поэтому я много времени проводила в одиночестве подолгу гуляя в лесу или катаясь на лыжах и стараясь быть как можно ближе к природе и как можно дальше от общества Внезапно в моей жизни появился новый интерес Мои друзья, студенты-медики устроили так, что я смогла побывать вместе с ними в прозекторской Они предупредили меня, что мне может стать дурно но я была настолько заинтересована соединением костей, сухожилий и тканей что не думала о последствиях Действительно, я так увлеклась, что решила бросить скульптуру ради медицины Это означало, что мне придется потратить два года для подготовки к вступительным экзаменам которые позволят поступить в университет и в то же время мне придется освежить в памяти латынь Бедная Ома, только теперь, когда я пишу о тех временах я сознаю, как прекрасно она понимала меня и как глубоко любила Мне было 23 года Многие мои родственницы и подруги уже вышли замуж или работали Только я, решившая вновь пойти учиться и потратить на это 7 лет как всегда оставалась далекой от какого-либо определенного дела и представляла тяжелое финансовое бремя для Умы Мои новые занятия давались мне нелегко Я никогда не была сильна в математике, химии или физике А на подготовительных курсах не имела доступа в лаборатории и поэтому часто впадала в отчаяние Было трудно также учиться с людьми моложе меня и много часов уходила на домашние задания которые почти не оставляли времени для встреч с интересными учеными и художниками или для лыжных прогулок в конце недели, которые я так любила Именно на одной из таких прогулок я и встретила Виктора фон Кларвилла известного среди друзей как Цибель которого они считали одним из самых эксцентричных людей в Вене Он рассказывал мне о своем увлечении птицами о любви к природе о желании избавиться от сложности городской жизни и о том, как, мечтая об этом, он переписывался с Оленом Жербо жившим тогда на Маркизских островах Цибель думал поехать к нему но Жербо ответил, что предпочел бы, чтобы острова остались для него одного Мы виделись каждый день но я была очень удивлена, когда через три недели Цибель сделал мне предложение и настаивал, чтобы мы поженились немедленно Он умолял меня прервать занятия уверяя, что мне никогда не придется зарабатывать себе на жизнь и обещал, что мы вместе подыщем домик который будет соответствовать нашим мечтам Мы поженились весной 1935 года Цибель был преуспевающим бизнесменом имел много друзей и страстно увлекался лыжами Летом мы много путешествовали, а зимой катались на лыжах Мой муж избаловал меня, стараясь изо всех сил сделать мою жизнь как можно более беззаботной но именно этим он бессознательно делал ее еще труднее Мы очень мало знали друг друга до женитьбы чтобы я могла понять, насколько различны были наши взгляды на жизнь Я пыталась разделять взгляды мужа и понять его поведение но и то и другое было чуждо мне, и это омрачало наш брак Я также считала светскую жизнь, которую теперь вела, совершенно пустой и терпела ее лишь постольку, поскольку сознавала, что скоро наступит момент когда мы найдем себе местечко, где сможем жить так, как хотели Мы написали письма губернатору Таики и некоторым лицам на Тасмании и в Калифорнии но безрезультатно Теперь мы переписывались со швейцарским фермером, обосновавшимся в Кении Цибель не хотел сжигать свои корабли в Вене до тех пор, пока не будет знать, понравится ли мне Африка и поэтому предложил, чтобы я отправилась туда вначале одна пожила в семье фермера и присмотрелась к стране Он не хотел, чтобы люди знали, что мы собираемся покинуть Австрию навсегда и настаивал на том, чтобы моя поездка в Африку осталась в тайне По пути на машине в Геную, где я должна была сесть на пароход мы остановились в Каринтии у наших друзей Мы застали их обсуждающими удивительные способности местного предсказателя судьбы Я довольно скептически относилась к людям такого рода но этому человеку, безусловно, принадлежал ряд впечатляющих предсказаний Я решила, что было бы любопытно испробовать его способности и написала два вопроса Останусь ли я жить там, где я нахожусь сейчас и будут ли у меня дети Я не подписала письма и не оставила своего адреса а просто запечатала письмо в конверт и попросила друзей сохранить ответ до тех пор, пока я не затребую его В Генуе я простилась с Цибелем Раньше я никогда не выезжала из Европы и путешествие в одиночку пугало меня но Цибель успокоил меня своей убежденностью, что все обернется лучшим образом для нас обоих Когда пароход отчалил, я стояла на палубе и смотрела, как он становился все меньше и меньше Пока окончательно не исчез в прибрежной дымке Это было 12 мая 1937 года Знакомство с Африкой На рассвете следующего дня впервые передо мной предстала Африка Взбежав на верхнюю палубу, я увидела словно сошедших с египетского фриза мускулистых бородатых суданских носильщиков, поднимавшихся по трапу Мы прибыли в порт Саид Ослепительный дневной свет, незнакомые запахи гавани, белые постройки с плоскими крышами, яркие одежды людей Все это пленило меня Ни в одной из многих европейских стран, где я побывала, мне не приходилось видеть ничего подобного И вместе с тем я почувствовала себя здесь как дома Когда стало известно, что нашему судну потребуется два дня, чтобы пройти через Суэцкий канал Я решил присоединиться к группе пассажиров, которые направлялись в Каир И намеревались вернуться обратно на судно в порт Судане Мы побывали на базаре, выпили кофе из крошечных фарфоровых чашечек и отведали фиников На посещение музея и ознакомление с его экспонатами, относящимися к эпохе фараона Тутанхамона Нам было отведено лишь полчаса Затем наша группа отправилась на большой официальный завтрак в отель Шеффердс Но на меня даже беглый осмотр музея произвел такое впечатление, что я не пошла на этот завтрак А осталась в музее с тем, чтобы ознакомиться получше с его удивительными экспонатами Позднее, когда мы на верблюдах объезжали пирамиды в Гизе Прибыл агент, руководивший всей поездкой И сообщил, что наше судно прошло через Суэцкий канал гораздо быстрее, чем это предполагалось У нас не осталось больше времени на осмотр остальных древних памятников Мы должны были взять такси и мчаться по пустыне, чтобы успеть на судно Но когда мы уже в темноте добрались до Порт-Судана, никаких признаков нашего судна там не было В единственном отеле в Порт-Судане мы провели ночь в очень стесненных обстоятельствах Поскольку и на следующее утро наше судно еще не прибыло Мы наняли лодку со стеклянным дном И я открыл для себя в воде новый мир непередаваемой красоты Над кораллами всех цветов и оттенков скользили необычайно красивые рыбы Одни проплывали среди туннелей и расщелин большими косяками Другие стремительно проносились в одиночку между яркими водорослями Это были рыбы самых неправдоподобных форм И их радужные цвета сверкали в приглушенном свете подводного царства Сама того не подозревая, я усвоила правило, которое затем стало характерным для моей жизни в Африке Я отправлялась в поиски за чем-то таким, чего я никогда не находила Но зато открывала при этом сокровище гораздо более значительное, чем надеялась открыть Когда мы наконец дождались наше судно, я заметила несколько новых пассажиров, прибывших на нем из Каира Среди них был один человек, пробудивший во мне необычное чувство Мне казалось, будто бы я знала его всю жизнь На следующее утро он пригласил меня сыграть с ним теннис на палубе И представился мне как Питер Балли Сказав при этом, что он швейцарец В последующие дни я узнал, что Питер занимается ботаникой и проводил исследование лекарственных свойств растений в Индии Он изучал возможность выращивания таких растений в целях возрождения гомеопатии Для которой характерно меньше вредных побочных явлений, чем для применяемых в настоящее время химических лекарств Питер показал мне написанную им по этому вопросу книгу, которая недавно была опубликована в Швейцарии А также рассказал о своем намерении продолжать исследование в Южной Африке Однако сначала он должен был остаться в Кении, чтобы ознакомиться с ботанической коллекцией музея в Найроби А также чтобы оборудовать автомобиль, сконструированный им для своих будущих путешествий Он должен был быть настоящим домом на колесах К тому времени, когда мы добрались до Мамбасы, мы еще больше сблизились И Питер поведал мне о своем неудачном браке и о том, что он начал дело о разводе На этом мы расстались Питер остался в Найроби, а я направилась навестить семью швейцарского фермера Я разрывалась между возникшим у меня чувством к Питеру и сознанием того, что Цибель меня любит и доверил мне поиски дома для нас в Кении Так продолжалось несколько недель Но когда Питер неожиданно приехал навестить меня, мы поняли, что не можем жить друг без друга После этого мне стало ясно, что существует только один выход Я должна немедленно вернуться в Вену и обсудить создавшееся положение с Цибелем Добравшись туда, я узнала, что по моим письмам он уже догадывался, что со мной что-то случилось Но когда я рассказала ему о Питере, он был совершенно подавлен Решив еще раз проверить прочность нашего брака с Цибелем, я договорилась с друзьями о переезде к ним в Цюрих Мне трудно было сидеть без дела, и с разрешения директора Цюрихского музея естественной истории доктора Фокта Я присоединилась к группе студентов, производивших раскопки на вершине холма в центре города В средневековую эпоху там был построен форт, под которым обнаружили остатки гораздо более древнего фортификационного сооружения Вначале доктор Фокт сомневался, что я смогу выдержать суровые условия, в которых работали студенты Но скоро увидел, что я с этим справилась, и мы стали впоследствии большими друзьями Несмотря на мои искренние попытки улучшить отношения с Цибелем, они продолжали ухудшаться В конце концов он поступил весьма благородно, и насколько это было возможно, старался облегчить наш развод Мы расстались с друзьями, и я рада, что через несколько лет он женился снова, и как будто счастлив и до сих пор Вернувшись в Австрию, я поинтересовался ответами, которые дал карантийский прорицатель на мои вопросы Он предсказал, что я буду жить в тропиках, что мне следует получше изучить английский язык, и что у меня не будет детей Узнав эти предсказания, я была все же преисполнена решимости не считаться с ними В марте 1938 года я отплыла в Кению В день моего отъезда по радио было объявлено о захвате Австрии Гитлером Эта страшная весть омрачала всю мою казавшуюся бесконечно долгой поездку Когда я приехала в Найроби, то оказалось, что у Питера был для меня замечательный сюрприз Он получил должность ботаника в музее города Найроби, и нам предстояло провести чудесный медовый месяц Музей недавно получил субсидию на организацию трехмесячной экспедиции для изучения горной цепи Чиулу И Питер был включен в группу сотрудников музея, только что начавшую исследование этого неизученного района Меня пригласили присоединиться к нему Горная цепь Чиулу представляет собой вулканическую гряду, протянувшуюся почти на 50 километров по границе между Кенией и Танганьикой И на полпути между Мамбасой и Найроби Примечание В 1964 году Танганьика и Занзибар образовали Объединенную Республику Танзания Поскольку этот район безводный, сюда забредают лишь охотники-браконьеры из некоторых местных племен в поисках буйволов и антилоп Чиулу – молодое горное образование, сформировавшееся около тысячи лет назад Ее северо-западная часть представляет собой почти бесплодные наслоения застывшей лавы А склоны кратеров, покрытых лапилями, практически лишены всякой жизни Примечание Лапилии округлые или угловатые обломки лавы размером от горошины до грецкого ореха В самих кратерах образование гумуса еще только началось, и поэтому растительность здесь весьма скудная В юго-восточной части Чиулу природные условия улучшаются, и там растут густые тропические леса с богатой фауной Таким образом, на этой горной цепи можно было сразу изучать и развитие растительности, и те формы жизни, которые от нее зависят До сих пор в коротких экскурсиях с Цибелем палатки служили нам лишь простым укрытием на ночь Поэтому жизнь в течение трех месяцев патентом таких просторных палаток, в которых размещались зоолог, палеонтолог, энтомолог, геолог и ботаник Оказалась необычной для меня У нас была также полевая лаборатория, хранилище для продуктов и кухня, не говоря уже о жилище для обслуживающего персонала и носильщиков Железнодорожная станция Киббези служила базой, откуда около 150 носильщиков доставляли нам продовольствие и почту Нашу первую ночь мы провели недалеко от Киббези, в большом хозяйстве, где занимаются производством сизаля Здесь мы познакомились с инспектором по охране животных этого района Мак-Артуром Человеком лет 40, жизнерадостным и обладающим чувством юмора Будучи работником предприимчивым, он вынашивал план создания национального парка с охотничьим домиком на полпути между Мамбасой и Найроби Его мечта сбылась в 1948 году, когда был создан национальный парк Цаво, восточный и западный Несколько раньше он построил гостиницу Мака, известную сейчас многим посетителям как охотничий домик Мтитон-Деи Мак-Артур рассказал нам о недавно ожившем вулкане в юго-восточной части горной цепи Чаулу И возникших вокруг него, очевидно, бездонных кратерах, в которые браконьеры сбрасывают улики своих преступлений Впоследствии, когда мы бросали туда камни, обернутые пропитанной бензином бумагой, и поджигали ее Мы представили, насколько глубокими они должны быть, так как никогда не слышали, чтобы камень ударялся о дно 38 лет спустя я взобралась на вершину этого вулкана, получившего название Шайтан, что на языке суахили означает дьявол Извержение лавы к тому времени уже закончилось, однако затвердевшая кора с тщательно обозначенной тропинкой, по которой я шла, отдавала тревожной пустотой И ряд запретных зон указывал на то, что вулкан еще не совсем потух По пути из Кипвези в горный район Чаулу мы пересекли поля, покрытые высохшими стеблями сахарного тростника Местные жители из племени Вакамба покинули их еще до наступления засухи, уничтожившей посевы Носильщики с питьевой водой ушли вперед, и после изнурительного перехода по труднопроходимой местности мы испытывали невыносимую жажду Чтобы помочь нам, проводник привел нас к тропе, протоптанной когда-то слонами В рытвинах сохранилось немного влаги, похожей на густую чечевичную похлебку Это все, что осталось от последних дождей Он предложил собрать воду, вскипятить ее и напиться На вид она была отвратительной Однако, не по следуемому его совету, мы могли бы погибнуть от жажды Пришлось пить эту омерзительную жидкость, но так как мы ее прокипятили, никто из нас не заболел Происшедший с нами случай научил меня никогда не отправляться в продолжительные экспедиции без запасов воды И впоследствии, когда меня спрашивали, что, по-моему, самое важное в жизни Надеясь очевидно услышать, что я скажу «здоровье» или «счастье» Я неизменно отвечала «вода» Когда мы прибыли в лагерь, расположенный на северо-восточных склонах Чаулу, меня представили директору музея доктору Ван Сумерену и его сотрудникам К тому времени Питер решил, что мои имена Фредерика Виктория слишком трудно произносить И дал мне новое имя Джои С тех пор я и ношу это имя Наш лагерь разместился рядом с единственным на всей почти 50-километровой вулканической гряде родничком пресной воды Да и то он был настолько небольшим, что для наполнения одной 18-литровой канистры требовалось 24 часа Поэтому воду приходилось расходовать очень экономно и вместо душа обтираться губками Чтобы не сидеть без дела, я стала делать зарисовки растений, собранных Питером Тогда я впервые использовала акварельные краски, но результаты разочаровали меня, и я разорвала свой набросок Однако Питер, который сам очень тщательно зарисовывал цветы, собрал обрывки, склеил их клейкой лентой И посоветовал мне продолжать занятия Я до сих пор храню этот первый рисунок цветов, который напоминает мне о том, как хобби скоро переросло в одно из основных занятий моей жизни Вместе с Питером мы проводили целые дни, собирая скудную растительность на голых, покрытых мелкими обломками склонах И роя траншеи на дне кратера с тем, чтобы определить мощность образовавшегося слоя гумуса и укоренившуюся там растительность Хотя высота горной цепи не превышала 2100 метров, ее нередко окутывал густой туман, и наша одежда становилась влажной Дров практически не было, поэтому по вечерам мы часто располагались погреться вокруг керосиновой печки, которую Питер взял с собой для сушки растений Однако за все эти неудобства я была вознаграждена тем, что передо мной открылся новый чудесный мир У доктора Ван Сонарена была большая коллекция птиц, и каждая из них представляла собой совершенный пример эволюции Смотришь на первую и последнюю птицу в каком-либо ряду, и трудно поверить, что они все относятся к одному и тому же виду Если, разумеется, не обращать внимания на постепенное изменение цвета отдельных особей в зависимости от возраста, брачного сезона и различий в среде их обитания От Ван Сонарена я узнал, что пигмент многих птичьих перьев не является стойким Он продемонстрировал это, поместив темно-красные перья Турако в воду на несколько дней, а затем разложив их на солнце Они обесцветились до бледно-розовых Орнитология, несомненно, была интересным занятием Но я понимала, что она не для меня, поскольку орнитологу приходится часто убивать пернатые существа А я слишком любила живых птиц Я часто наблюдала, как энтомолог препарировал насекомых Меня восхищала защитная окраска бабочек Когда они складывали крылышки, их можно было принять за ласточки А также небольшие скопления цикад флотид Которые, сгрудившись на стебли растения, могут стать похожими на цветок И таким образом обмануть своих врагов Через месяц мы перенесли наш лагерь в центральную часть горной цепи И хотя там тоже отсутствовала грунтовая вода Однако была обычная для такой высоты растительность И мы с Питером собрали растений больше, чем вмещали наши прессы Питьевая вода была большой драгоценностью Поскольку ее приходилось доставлять из родника почти за 15 километров В дополнение к недельному запасу, поступавшему из Киббези Когда приносили воду, мирная тишина лагеря нарушалась громкими голосами носильщиков Всегда шутивших, несмотря на то, что им приходилось нести тяжелую ношу Казалось, что они чуть ли не боготворят Питера и подчиняются его распоряжениям с большей готовностью, чем приказанием других членов группы, имевших гораздо больший опыт общения с африканцами Это было для нас загадкой, пока мы не установили, что авторитет Питера объясняется тем, что он левша А племена Вакамба считают, что лев убивает свою добычу левой лапой Поэтому и носильщики полагали, что Питер наделен такой же силой Другое его преимущество заключалось в том, что он иногда носил монокль Носильщиком монокль представлялся несказанным богатством Вакамба — единственное племя в Кении, украшавшее свою деревянную утварь резьбой Они высоко ее ценили и очень редко продавали какой-нибудь ковшик, гребень или тотемную фигурку животного Чтобы приобрести интересную вещь, приходилось упорно торговаться несколько часов Однако менее чем за 30 лет Разные изделия Вакамба стали предметом торговли И теперь их продают на улицах Найроби, Лондона, Стокгольма и Нью-Йорка На каждом изделии есть штамп, подтверждающий, что оно сделано руками Вакамба Но налаженное массовое производство резных фигурок лишает их индивидуального стиля прежних резчиков И иногда я задаю с вопросом Не вырождается ли дух, побуждающий художников к самовыражению В результате того, что их произведения стали теперь источником доходов Переместившись в юго-восточную часть горной цепи Мы разбили наш лагерь у кромки тропического дождевого леса Когда я скрывалась от палящих лучей солнца в полумраке леса Мне казалось, будто я иду под сводами прохладного купола Поддерживаемого какими-то странными колоннами Кроны деревьев настолько плотно смыкались над головой, что почти не пропускали солнечных лучей А влага, источаемая пышной растительностью, не успевала испаряться и каплями стекала с листа на лист До тех пор, пока не достигала земли, представлявшей собой рыхлую массу гниющих остатков растительности Тишина этого мира подавляла Лишь изредка она нарушала звуками падающей ветки или далекими криками какой-либо птицы Мы проникали в лес постепенно, шаг за шагом, прорубая перед собой узкий проход Для отбора образцов растительности Питер протягивал с одной из сторон от прохода вглубь подляска Десятиметровую бечевку и потом рассматривал каждое растение вдоль нее Когда нам хотелось пополнить свою коллекцию цветком, растущим на верхушке дерева Мы часто сбивали его стрелой из лука, сделанного по замыслу Питера Трудно представить себе больший контраст между нашими исследованиями в тропическом дождевом лесу И исследованиями тонкого слоя гумуса и укоренившихся на нем отдельных растений в районе нашего первого лагеря Здесь обнаружить гумус нам не удавалось, поскольку он находился под толстым слоем гниющей растительности Несмотря на то, что воздух в лесу был перенасыщен влагой, проблема воды для нас оставалась по-прежнему серьезной И мы были вынуждены рано утром собирать расту с травы, простынями, и отжимать из них воду в сосуды Нам на помощь пришли носильщики из племени Вакамба Обратив наше внимание на небольшое дерево, горький и вяжущий сок которого превращается в чистую питьевую воду, когда дерево начинает гнить Питер определил, что это был дикий банан Лишь из одного такого дерева мы получили более двухсот литров жидкости Это разрешило не только проблему печевой воды, но и позволило спасти наше белье, ставшее уже довольно ветхим Теперь его можно было постирать Совершая с Питером ежедневные переходы по труднопроходимой местности в поисках растений, я стала ощущать недомогание, но думала, что это результат моих физических нагрузок Я мужественно терпела боли, однако через некоторое время ходить стало невозможно, и вскоре у меня произошел выкидыш Не означало ли это, что корентийский прорицатель был в конце концов прав? Меня это сильно угнетало После того, как мы с Питером возвратились в Найроби, доктор Джекс Блейк, редактор книги и садоводства в Восточной Африке, собиравший в то время материалы для второго издания, и его жена Мюриэль попросили меня познакомить их с моими зарисовками цветов Меня это очень смутило, так как я не считал свои рисунки выполненными настолько хорошо, чтобы показывать кому бы то ни было, не говоря уже о таком знатоке, как Мюриэль Ей принадлежал великолепный сад в Уилтшире в Англии Ею было основано общество садоводства Кении А в Найроби создан замечательный сад из местных растений Восточной Африки Я боялась показывать им свои рисунки, но теперь избежать этого было невозможно Джекс Блейки долго изучали мои работы, а затем спросили меня, не пожелаю ли я иллюстрировать книгу садоводства в Восточной Африке Я совсем недавно начала рисовать и не представляла себе, каким образом мне удастся справиться с такой задачей Поскольку выполнение ее потребовало бы отбора растений, произрастающих от уровня моря до горных вершин И означало бы завершение всей работы в установленные сроки Я высказала свои опасения, но Джекс Блейки, успокоив меня, убедили начать работу С первой же встречи мы стали с ними большими друзьями Я проиллюстрировала и второе, и последующее издание садоводства в Восточной Африке Всего мною было проиллюстрировано семь книг по флоре Восточной Африки, в том числе несколько книг по деревьям и кустарникам Леди Мюриэль, будучи сверстницей Омы, имела с ней много общего Она была такой же душевной и мудрой женщиной, способной оказать моральную поддержку А это мне иногда требовалось, потому что я с трудом приспосабливалась к английским нормам поведения Если в Австрии эмоциональные порывы были вполне приемлемы и даже считались положительной чертой характера То здесь на них смотрели с неодобрением Более того, хотя к нам с Питером люди относились дружелюбно Но поскольку он был швейцарцем, а я австрийкой Нас, естественно, считали иностранцами Я испытывала чувство отчужденности Чтобы укрепить мою уверенность в своих силах Мюриэль организовала выставку моих рисунков в Найроби Они получили хорошую оценку И несколько лет спустя она убедила меня показать их на выставке Королевского общества садоводства в Лондоне За эти рисунки я получила золотую медаль «Гренфилл» И мне даже была предложена должность официального художника по цветам в Кью-Гарденс Но я отказался от этого предложения, поскольку теперь мой дом был в Кении Сразу же после возвращения из экспедиции на горную гряду Чиулу Питер подарил мне щенка Керн Терьера Мы полюбили друг друга с первого взгляда И Терьер Пиппин стал моим лучшим другом Мы брали Пиппина с собой в каждое путешествие Неизменно покрывая его москитной сеткой Если находились в районе распространения мухи ЦЦ Чтобы предохранить от заболевания сонной болезнью Пиппин оказался замечательным певцом Когда я пела, он присоединялся ко мне Если я повышала голос, он подбывал на высоких тонах Если я понижала голос, то же самое делал и он Для развлечения наших друзей мы отрепетировали своеобразный номер В котором я пела арию из Аиды А Пиппин, стоя у меня на коленях, подбывал настолько точно Что наш дуэт получил широкую известность До восхождения на гору Килиманджара Мы с Питером по заданию музея Отправились на три недели в очень жаркий район Где он занимался сбором ценного лекарственного растения Такие травы Питер обычно отправлял в лаборатории Циба или Сандес Откуда после всесторонних исследований они уже выпускались как готовый препарат в широкую продажу За время нашего отсутствия в Кении было обнаружено несколько случаев заболевания бубонной чумой И по возвращении в Найроби мы должны были сделать прививки Три укола, обычно с интервалами в несколько дней Но это могло бы сорвать мой план восхождения на Килиманджара С нашим другом Томасом, ботаником, работающим в ботаническом саду города Энтебе Находящегося неподалеку от столицы Уганды Кампалы Поэтому мне увели сразу тройную дозу вакцины Которая не вызвала у меня никаких болезненных ощущений Восхождение на гору Килиманджара Многие обычно начинают из небольшого населенного пункта Марангу в Танзании Именно здесь я и встретилась с Томасом Нам сказали, что восхождение займет три дня И что для этого нам потребуется нанять не только проводника, но и семь носильщиков Из продуктов мы предпочли взять изюм, орехи и шоколад Отказавшись от таких более тяжелых продуктов, как яйца, вареное мясо и сыр Предложенных нам в гостинице В первое утро нашего пути мы шли густым лесом Где гигантский вереск достигал почти пятиметровой высоты Лианы свисали плотными занавесями А над берегами небольших горных потоков Раскинул свои кроны древовидный папоротник Флора была удивительной, но нам пришлось ограничиться только краткими записями Поскольку носильщики и так уже были сильно нагружены К полудню мы добрались до приюта Бисмарка на высоте более 2500 метров Который был построен немцами еще до Первой мировой войны Я порывался идти дальше, но нас предупредили, что разумнее было бы привыкать к высоте постепенно И мы провели остаток дня, изучая растения и наблюдая за птицами в окрестностях домика После холодной и бессонной ночи мы рано утром двинулись дальше Сначала путь пролегал через лес Затем мы вышли на поросшие вереском склоны Где наши предшественники, к счастью, оставили хорошо протоптанную тропу Самым эффектным растением здесь Была напоминавшая огромную свечу гигантская лабелия Мы насчитали несколько ее видов Стоявшая прямо, будто закоченевшая от холода на рассвете Растения приютили в своих цветках очень редких клещей Которые просил меня собрать для него энтомолог музея в Найроби Мне оставалось лишь потрясти полутораметровые стебли растения Чтобы стряхнуть насекомых в мою бутылку с эфиром Другим поразившим нас растением был гигантский крестовник Мы провели интересный день под вздымавшимся над нами покрытым снегом пиком Килиманджаро Описывая все встретившиеся растения В полдень следующего дня мы добрались до приюта Питерса На высоте около 4000 метров И остались здесь до конца дня Воздух был свежим и бодрящим Открывавшийся отсюда вид великолепным Берега небольшого ручья были покрыты крошечными яркими цветами На третье утро мы добрались до седловины между вулканами Килиманджаро и Мавензи Последний представляет собой зазубренный конус И если бы его кратер не разрушился, он был бы выше Килиманджаро Подниматься на Килиманджаро сравнительно легко Здесь не требуются ни веревки, ни альпельштоки И всякой, кто выдерживает недостаток кислорода на высоте 5895 метров Может подняться на эту вершину Седловина была покрыта редкой и жесткой травой И поэтому мы были удивлены, когда увидели там следы канны Крупнейшей африканской антилопы Ее вес достигает почти 700 килограммов Никаких признаков других животных мы не обнаружили Мы было уже подумали, что гора принадлежит исключительно нам Когда вдруг, к нашему изумлению, увидели еще трех человек Ими оказались американцы, от которых мы с тревогой узнали Что они не смогли добраться до кратера Не говоря уже о вершине В приюту Кейбо Находящемуся на высоте более 4900 километров Мы добрались к вечернему чаю И рано легли спать Нас предупредили, что на этой высоте Можно заболеть горной болезнью Но мы с удовольствием принялись за нашу легкую и питательную пищу И чувствовали себя превосходно Я едва смогла дождаться полуночи Когда мы собирались начать подъем на вершину Килиманджара Мы решили отправиться в полночь Поскольку это позволило бы нам добраться до кратера Еще до того, как лед начнет подтаивать И передвигаться станет гораздо труднее Спать в тесном и душном домике было невозможно И поэтому около 10 часов вечера Я вышла посмотреть, какая погода Была прекрасная ясная ночь И высоко надо мной Манящий мерцал покрытый льдом кратер Вскоре оставив позади насильщиков Мы отправились вверх с нашим проводником Йоганесом Сначала мы шли по рыхлой лаве Но чем выше мы поднимались Тем лава становилась мельче Она уже походила на пепел Пока, наконец, не превратилась в пыль Нередко, сделав один шаг вперед Мы соскальзывали почти на два шага назад И вынуждены были отдыхать почти через каждые четыре шага На высоте около 5600 метров Мы стали продвигаться еще медленнее И еще чаще отдыхали Йоганес галантно вызвался нести мой фотоаппарат Чтобы избавить меня даже от такой небольшой поклажи И посоветовал мне прикрывать лицо Чтобы оно не обветрилось На полпути к кратеру Я увидела бабочку Занесенную, видимо, на такую высоту ветром Мы добрались до пика Гилмана Как раз к началу рассвета Перед нами открылась фантастическая картина Все вокруг было покрыто облаками И лишь контур Мавензи Резко выделялся среди них Прямо над ним плыл мираж кратера Килиманджара Словно ореол, венчавший Мавензи Это было поразительное зрелище И даже Йоганес, который так часто сопровождал седа людей Никогда раньше не видел ничего подобного Много лет назад Возле пика Гилмана Нашли скелет леопарда Он не мог найти здесь никакой пищи И поэтому можно было предположить Что леопард, чувствуя приближение смерти Взобрался на стену кратера В поисках уединения Которое животное обычно ищут перед смертью В этом безмолвии раннего утра Я чувствовала себя восторженно Лед был достаточно твердым И мы смогли пройти по краю кратера До пика Вильгельма Здесь мы написали свои фамилии И поместили записку в специально припасенную бутылку Это должно было послужить свидетельством того Что мы достигли высочайшей точки Африки В Европе, совершая восхождение Я всегда стремилась во что бы то ни стало Добраться до вершины горы На которую пыталась подняться Но не ради рекордов А ради морального удовлетворения Впоследствии я убедилась Что такая тренировка на выносливость Очень полезна Когда стало светлее Нам удалось разглядеть Что дно кратера Было покрыто глыбами Голубовато-зеленоватого льда Самых причудливых форм В то же время внизу под нами Облака постепенно редели И стали проступать очертания ландшафта Вскоре Йоганнес Предложил нам начать спуск Пока лед не начал тарить Спускаться по лавовой осыпи Было довольно легко А когда мы ступили На твердую почву Я почти бежала до гостиницы Морангу Куда мы и добрались Засветло Здесь Йоганнес Преподнес мне традиционный приз Который вручается всем Кто достиг вершины Килиманджара Это была гирлянда Из рубиного красных бессмертников Собранных проводником На поросших вереском склонах Жаль было расставаться с Йоганнесом С которым мы подружились Мы провели с ним лишь четыре дня Но это были особенно памятные дни На прощание я подарила ему Свои горные ботинки Поскольку его собственные Показались мне Недостаточно прочными Для переходов по острым обломкам Лавы и льду Однако покидая нас Перекинутыми через плечо ботинками Он сказал, что предпочтет Надевать такие замечательные ботинки По выходным дням в деревне Чем будет рвать их на льду После трехнедельного путешествия В очень жаркой местности И изнурительного восхождения На высоту почти шесть тысяч метров Я имела право чувствовать себя усталой Но наоборот Во мне кипела энергия Требовавшая бурной деятельности Такая реакция меня очень беспокоила Я обратился к доктору Джекс Блейку За советом Он сказал, что это вполне естественно Поскольку в зависимости от нагрузки Количество красных кровяных телек В организме увеличивается И мне необходимо было освободиться от их избытка Он также высказал мысль Что для людей, живущих в тропиках Восхождение на Килиманджаро Может заменить отдых в странах Умеренного климата Который необходим им один раз в три года Со времени моего приезда в Кению Мы стали близкими друзьями С Мэри и Луисом Лийки И как только у нас появлялась Хоть малейшая возможность Мы с Питером принимали участие В их раскопках в Рифт-Валли Примечание Система рифтовых долин Рифт-Валли Неповторимое явление на нашей планете Они образовались в отличие от других долин В результате подвижек И разломов земной коры От них я узнала гораздо больше Об антропологии и археологии Чем могла бы почерпнуть из книг И именно они рассказали мне Какое важное место занимает Кения В этих областях исследований Первый год Мы с Питером жили в пансионе Недалеко от музея Затем нас навестила его мать И дала нам денег на постройку Своего собственного дома Когда нанятый нами подрядчик Не смог завершить работы по строительству дома Ко времени нашего предполагаемого переезда Семья Лики пришла нам на помощь И пригласила пожить с ними в бунгало Которое они сняли на время раскопок В доме был минимум мебели Двуспальная кровать, стол и два стула Остальная площадь была свободной И использовалась для восстановления остатков Ископаемых костей, найденных при раскопках Эта работа отнимала у Мэри и Луиса Лики Массу времени И мы с нашими дилетантскими познаниями Всячески старались помочь им И вот однажды Когда мы все ползали по полу Пытаясь совместить отдельные обломки костей По радио была объявлена страшная новость О начале Второй мировой войны Опасаясь за жизнь моих друзей и родственников в Австрии Которые были, как и я, антифашистами Я совсем упала духом Питер и чета Лики делали все, чтобы меня успокоить Вскоре нас пригласили поехать вместе с Мэри Лики И молодым антропологом по фамилии Тревор На раскопке в кратере Нгарангора Представляющем собой одну из величайших в мире котлообразных впадин Диаметром около 30 километров С озером посередине Интересно прежнее знакомство Тревора с этим районом Первыми и в то время единственными людьми, проживавшими в кратере Были два немца, братья Зидентопф Поссорившись между собой, они разъехались как можно дальше друг от друга Один остался у основания стены кратера Ниже того места, где сейчас находится домик А другой поселился на противоположной стороне кратера У небольшого ручья, единственного здесь источника воды У племени Масаев, которым принадлежала эта местность Братья Зидентопф популярностью не пользовались Так как убивали диких животных только для того, чтобы получить в качестве лакомого блюда их языки Однажды, когда братья отправились в поездку Масаи напали на жену одного из них Она успела послать гонца за инспектором ближайшего округа Фамилия инспектора, который прибыл на помощь вместе со своим юным сыном Была Тревор Госпожа Зидентопф рассказала им, что много лет назад в кратере должны быть жили люди Потому что, копая картофель, она часто находила обломки керамических изделий Этот факт запомнился молодому Тревору И, став ученым-антропологом, он решил избрать темой своей научной работы Изучение древних остатков в кратере Нгарангора Уже во время Второй мировой войны, находясь на службе в Эфиопии Он использовал свой первый же отпуск для проведения раскопок в этих местах Будучи болен, Луис Лики попросил Питера заняться ботаническими исследованиями В то время как Мэри и Тревор производили раскопки Они обнаружили не только керамические изделия, но также скелеты и украшения И мы с Питером помогали им, чем могли Экспедиция оказалась интересной Эти места изобиловали животными, которые никогда не покидали их Не считая периодов жестоких засух И поскольку наш лагерь находился рядом с единственным источником воды То с наступлением темноты мы оказывались в окружении львов И других диких животных, приходивших на водопой Как зачарованное! Я часто слушал этот необычный хор ночных голосов Затем неизменно наступала тишина, внезапно прерываемая предсмертными криками и грозным рычанием Это означало, что царь зверей убил свою очередную жертву После этого снова наступала полнейшая тишина До тех пор, пока ее не начинали нарушать движущиеся животные, возвещавшие о том, что все стало спокойно Ко времени нашего возвращения в Найроби Война сильно затруднила поездки за пределами Кении Разумеется, как представитель нейтральной страны Питер не мог принимать участие в войне Если не считать его поисков съедобных растений, произрастающих в засушливых районах Что обеспечивало воюющие в пустыне армии некоторым запасом овощей И все же мы совершали довольно много поездок Остальное время мы находились в своем доме, стоявшем в конце улицы Ривершсайд Драйв Тогда это был совершенно необжитый район И по утрам в качестве физических упражнений мы совершали пробежки по полям Все свое свободное время я проводила с Питером в музее, делая зарисовки местных цветов Когда об этом стало известно, люди начали приносить мне редкие растения И у меня никогда не было недостатка в объектах для рисования Вместе с тем, знакомства с новыми людьми, часто очень интересными, расширяли круг наших друзей Как-то с целью проведения экспериментов над хамелеонами В музей зашла доктор Салли Ацетт из Университета Лос-Анджелеса Она уже проделала много таких экспериментов с ними От Кейптауна до Каира И теперь хотела проделать последний опыт, чтобы выяснить Что же заставляет этих присмыкающихся изменять твою окраску Сначала она поместила одну особь в стеклянный сосуд И затем стала обертывать его в бумагу различного цвета Хамелеон не реагировал Потом она опускала сосуд то в горячую, то в холодную воду Хамелеон оставался зеленым Она производила различные шумы И снова безрезультатно Наконец она приблизила к стеклу живую змею Адреналиновые железы хамелеона сразу же заработали И его окраска приняла самый темный оттенок из того, что его окружало Ведь змеи являются смертельными врагами хамелеонов Африканцы очень боятся хамелеонов И никогда не прикасаются к ним, считая эти безобидные существа Куда более опасными, чем змеи Несомненно, такое отношение объясняется тем, что когда змея заглатывает хамелеона Ее внутренности часто бывают распороты шипами, имеющимися на спине ее жертвы Мы часто брали хамелеонов в руки или пускали ползать по себе Пытаясь доказать их безобидность Но убедить африканца в том, что хамелеон не опасен Было невозможно Говорят, что существует и другая причина страха африканцев Перед хамелеоном и даже ненависти к нему Как рассказывается в одной старинной легенде Бог послал хамелеона предупредить людей о надвигающейся засухе Но тот полз настолько медленно, что не смог добраться вовремя И большая часть скота африканцев погибла В действительности же мнение, что хамелеоны медлительные, ошибочно Когда за ними следят, они сидят неподвижно Но стоит только оставить их одних, как хамелеоны моментально исчезают Несколько лет спустя, когда я как-то рисовала великолепного хамелеона Джексона Мне представилась возможность сделать некоторые любопытные наблюдения Но только я начала делать наброски Как нам пришлось переехать километров на 300 на север к Марсабиту Я устроила хамелеона как можно удобнее в картонной коробке Положив туда достаточное количество пищи и взяла его с собой Впоследствии мы должны были переехать километров на 300 с лишним южнее Примерно к тому месту, где был пойман этот хамелеон Джексона И мы снова взяли его с собой Но как только я закончила свой рисунок Я выпустила его на свободу В Конго Когда Салли Ацетт закончила свои эксперименты в музее Она предложила мне поехать в Конго Примечание Бельгийская Конго Ныне республика Заир За время ее пребывания в Найроби Мы стали друзьями И я сказала ей, что мы можем совершить эту поездку вместе на нашем Форде С нами также решила поехать Одна наша подруга Голландка По имени Мэйен К сожалению, Питер был очень занят в музее И не смог присоединиться к нам Накануне нашего отъезда Луис Лики Зашел к нам, чтобы спросить Не может ли он позаимствовать Мою портативную швейную машинку Для Мэри Ожидая, пока машинка будет упакована Он обошел вокруг Форда Который мы недавно перекрасили И сделал несколько замечаний Потом он спросил полное имя Салли и Мэйен И их домашние адреса Я не знала этого И не смогла ему ответить Так же, как не смогла ответить И на его вопрос О точном маршруте нашей поездки Поскольку он зависел от начала сезона дождей Мы отправились на следующий день Взяв с собой для услуг африканца Тото Проехав озеро Наиваша Потом озеро Элментейта Мы добрались до Накуру Известного своими огромными стаями фламинго Однако не увидели здесь ни одной птицы Поскольку за время последней засухи Озеро полностью высохло И теперь было покрыто блестящей коркой соли На ночь мы разбили лагерь на берегу озера К удивлению Салли Я поместила всю нашу провизию А также всю лишнюю одежду На крышу машины Опыт предыдущих путешествий научил меня Что гиены не прочь отведать не только пищу Но и обувь На следующее утро Мы отправились к самой высокой точке Где была проложена Кенийско-Угандийская железная дорога На пути между Мамбасой и озером Виктория Ее высота около 3000 метров Этот район представляет собой самое лучшее в Кении место для земледелия Но в период засухи здесь все, кроме лесов Превращается в выжженную равнину Африканские легенды утверждают, что в этих местах Когда-то обитал медведь Нанди Но его до сих пор никто так и не видел Хотя мы именовали перевал Воздух все еще оставался ледяным Мимо промелькнул кратер горы Элгон Где в прошлом в пещерах этого потухшего вулкана Жили доисторические люди На следующий день мы добрались до города Кокомега Здесь было обнаружено золото, что послужило причиной первой и единственной в истории Кении золотой лихорадки В настоящее время запасы золота значительно сократились И тем не менее это место продолжает привлекать некоторых питающих надежды старателей Нас сразу же окружила толпа любопытных африканцев Они были настроены очень дружелюбно и пели всю ночь Но заснуть под такой аккомпанемент было невозможно Мы хотели как можно больше времени провести в Конго И поэтому решили поскорее проехать через Уганду Известную в те дни как страна велосипедов, бананов, библии и бескрайних болот Примечание Уганда, бывший британский протекторат Получила независимость в 1962 году Для проезда из Кении в Уганду Необходимо было переправиться через Нил у водопадов Рипон Перед переездом по мосту в Джиндже Мы были задержаны полицией, которая начала нас обыскивать Поскольку шла война, мы сочли эту процедуру естественной Но когда обыск затянулся на несколько часов И нас не только раздели, но и вскрыли рулоны туалетной бумаги Мы страшно возмутились, что с нами обращаются как со шпионами И вдруг у меня в голове мелькнула мысль Что все это могло быть результатом одной из шуток Луиса Лики Я вспомнила его необычный интерес к нашему путешествию Мы были здесь всего лишь тремя женщинами Иностранцами, путешествующими из одной страны в другую Тогда как он теперь состоял на службе в отделе уголовного розыска Принятый на эту работу за свое знание языка и курию Хотя Луис Лики был человеком, пожертвовавшим всем своим комфортом ради работы У него была страсть к детективным историям А также сильно развитое чувство подозрительности Большинство его докладов отвергалось его коллегами со словами «Опять очередная шутка Луиса Лики» Так что случай с нами мог быть из той же серии Правда, мы были друзьями, и он прекрасно знал, насколько я доверяю ему Поэтому я отбросила в сторону все свои догадки Позднее мы сообщили об инциденте нашим консулам и потребовали извинений Когда же мы вернулись в Найроби, я обнаружила, что Луисы в самом деле был причиной всех наших злоключений И стала его журить Он извинился, и этот случай не повлиял на мою дружбу с ним После всех испытаний мы продолжили наше путешествие в Кампалу В пути мы встретили растянувшуюся на три километра стаю саранчи Которая, подобно туче, висела над нами и покрывала всю землю Когда мы давили саранчу машиной, она превращалась в маслянистую массу, на которой буксовали колеса Мы закрыли в машине окна, но она проникала даже через пол И еще долго после того, как саранча осталась позади, она напоминала нам о себе прогорклым запахом насекомых, сгоревших в моторе Мы ехали через тропические пальмовые леса и заросшие по пирусам болота Пока не нашли возвышенное местечко, расположенное далеко от поселений Здесь мы и разбили наш лагерь Это место показалось нам превосходным Однако, несмотря на тишину, которая лишь иногда прерывалась назойливым писком комаров или воем гиен Мы не смогли уснуть из-за жары Салли никогда не слышала так называемого смеха этих животных, питающихся падалью И думала, что это смеялись люди Боясь ее напугать, я ничего не сказала Но когда мы услышали не вызывавшее сомнений рычание приближающихся львов Я попросила Тото забраться в машину и включить фары, надеясь отпугнуть их Только значительно позднее я узнала, что свет и огонь, наоборот, вызывают любопытство львов Остаток ночи мы беспокойно прислушивались к передвижению львов недалеко от машины И были рады, когда смогли покинуть идеальное для лагеря место Следующую ночь мы провели в помещении миссии После чего, двигаясь с большой осторожностью по крутой дороге Мы добрались до озера Буньони Скрытого отвесными горными склонами Нам открылся величественный и прекрасный вид В центре озера находился остров Где разместился лепрозорий Здесь больных лечили приобретшим тогда широкую известность маслом Чаульмугры К этому месту не было другого пути, кроме опасной дороги, по которой мы приехали Путешественников на берегу озера всегда ждет единственная лодка, на которой можно добраться до острова К счастью, наши друзья из миссии дали нам рекомендательные письма сотрудникам лепрозория И нас гостеприимно приняли в поселки Мы были поражены тесной дружбой между пациентами и медицинским персоналом И казалось счастливым видом прокаженных Нам рассказали, что очень часто вылечившиеся пациенты оставались работать на острове, чтобы помогать тем, кто еще продолжал лечиться Поселок походил скорее на спокойную маленькую колонию, чем на место для отверженных Преодолевая далее крутые горные дороги, проходившие через бамбуковые леса, мы въехали в Руанда-Урунди, миновав Мухавуру и два других потухших вулкана с такими отвесными склонами, что они походят на сахарные головы Примечание В 1962 году на территории Руанда-Урунди были образованы два независимых государства Руанда и Бурунди В конце концов, мы добрались до границы Конго Здесь мы увидели домики из красного кирпича с раздвинутыми на окнах занавесками После дикой местности, по которой мы проезжали, они казались удивительно привлекательными И поскольку окрестности окутывал густой туман, мне представилось, что мы находимся в Бельгии, где дома выглядят так же уютно Таможенный чиновник был удивлен, увидев нас, и сказал, что мы первые туристы, прибывшие в Конго со времени начала войны После некоторых формальностей, выполненных в друголюбной обстановке, он пожелал нам удачи, и мы продолжили свой путь Постепенно местность становилась все более открытой, и мы прибыли к берегам озера Киву Красоту этого озера еще больше подчеркивал действующий вулкан Ньерогонго Повторявшиеся через определенные интервалы времени извержения, которые происходили вблизи берегов озера Представляли собой захватывающее зрелище, особенно после наступления темноты Озеро оказалось безопасным для купания В нем не водились ни бельгарции, ни крокодилы Примечание Бельгарция Червь-сосальщик Крошечные личинки, которого живут в воде И проникают сквозь кожу человека во время купания Они поселяются в мелких кровеносных сосудах Вызывая болезни кишечника, печени, мочевого пузыря и так далее Мы провели ночь в Кесенье Идиллическом месте, расположенном прямо на берегу озера Хотя нас предупредили, что эта местность изобилует малярийными комарами Я сильно удивился, что, несмотря на это, никто не пользовался москитной сеткой Но каждый принимал по 40 гранов хинина ежедневно Что мне казалось смертельной дозой На следующий день мы отправились вдоль озера К тому месту, где последнее извержение лавы вулкана Ньямлагира Прервало дорожное сообщение Мы продолжали трястись в машине до тех пор, пока не были вынуждены остановиться там Где перепад лавового потока достигал одного метра Начиная с этого места, лава покрывала около 30 квадратных километров Мы попытались пройти вдоль края лавового потока Но быстро вернулись к машине, встревоженной треском лавы Которая, как нам казалось, в любой момент готова была провалиться под ногами Все же мы добрались до парома, на котором обычно машины переправлялись через озеро К дороге, ведущей в Костерманвиль Примечание ныне Букаву Но на этот раз паром не действовал Однако нам повезло Мы нашли владельца лодки, который после короткого, но упорного торга Согласился пройти с нами на веслах более трех километров К тому месту, где поток кипящей лавы достигал воды Машину мы оставили на попечение ТОТО Лодка протекала в нескольких местах И нам пришлось затыкать дыры травой Все эти неудачи усугублялись еще и тем, что мы сидели в неустойчивой лодке С двумя мрачными гребцами, с которыми из-за незнания языка не могли разговаривать Моя тревога возрастала, и я даже начала беспокоиться, не ограбят ли нас и не сбросят ли в озеро Никто из туристов не видел, как мы садились в лодку А оставленный с машиной ТОТО ничем не мог нам помочь Чтобы как-то изменить напряженную обстановку Я начала напевать старую песню Кикуию Недавно записанную мною для Луиса Лики Которую он хотел включить в свою книгу об этом племени И вдруг наши кангалерские гребцы на мою песенку сразу же ответили нам Марсельезой Я почувствовала всю глупость своих подозрений И, коль скоро лед тронулся, мы продолжали соревноваться в исполнении наших любимых песен Пока вода под нашей лодкой не стала слишком горячей Поток, спускающийся в озеро кипящей лавы, был скрыт клубами пара Но через определенные промежутки времени сквозь него прорывались всплески раскаленной лавы Хотя наша лодка находилась в двадцати метрах от шипящего водоворота Каждое новое извержение производило на нас потрясающее впечатление Мы перестали исполнять свои песни и с трепетом наблюдали за происходящим Сознавая, что оказались свидетелями удивительного явления природы И стараясь запомнить это зрелище На обратном пути у Салли начался приступ озноба Первый и безошибочный признак малярии И мы были вынуждены провести три дня в гостинице Прежде чем она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы продолжить путешествие За это время я исследовала окрестности в поисках диких орхидей и других местных растений Затем мы направились к парку Альберто Огромной территории, на которой обитали практически все виды африканских животных Кроме жирафов, зебр и носорогов Мы двигались по дороге, сплошь покрытой слоновьем пометом В направлении небольшого местечка Ручуру у въезда в парк Слоны Конга, в отличие от их кенийских собратьев Пользуются репутацией более агрессивных животных Известны случаи, когда они даже опрокидывали машины И мы были рады, что добрались до лагеря Руинди Не встретив ни одного из этих чудовищ Здесь мы наняли проводника, так как никому не разрешалось самостоятельно въезжать в парк на машине И прежде всего отправились к озеру Эдуард Нашу дорогу окаймлял Теннисетум Красный Слоновья трава, рост человека Озеро было прекрасным местом для водоплавающих птиц, крокодилов и бегемотов О присутствии последних, поскольку их громоздкие туши скрывались под водой Легко было догадаться лишь по фырканию и торчащим из воды глазам Но когда наш проводник бросил в озеро несколько камней Огромные животные немедленно всплыли, сталкиваясь друг с другом Но уже через несколько минут они снова погрузились в воду, возвратившись к своему дремотному состоянию Пока мы наблюдали за всем происходящим, цапли и пеликаны Мирно скользили вблизи этих явно безобидных гигантов Но каждый здесь знал, что стоит кому-либо преградить им путь к воде Когда они возвращаются в озеро со своих пастбищ, как они становятся очень свирепыми Особенно это относится к самкам бегемота, если рядом с ними находятся детеныши На обратном пути в Руинди мы проезжали мимо большого стада слонов, бредущего к озеру на водопой Слонята находились в центре стада, а вожак охранял все семейство, широко растопырив уши Это походило на боевую стойку, но наш проводник заверил, что слон решил просто попугать нас Я была очень довольна, что нас сопровождает опытный человек, который может вовремя предупредить, если слоны что-либо замысят Когда стемнело, мы могли различать лишь серые силуэты, безмолвно идущие сквозь чащу Мне не верилось, что такие огромные животные могут двигаться столь бесшумно На рассвете мы с проводником отправились в путь и скоро увидели огромные стада антилоп и многочисленных неуклюжих бегемотов Наслаждавшихся осистой травой, которую позднее солнце превратит в сухие стебли Вдалеке мы заметили двух львов, вышедших на охоту Их скрывала такая высокая трава, что все, что мы могли увидеть, это две головы Временами выныривавшие из травы и, безусловно, не спускавшие с нас бдительного взгляда Потом появилась гиена, которая неуклюже вертелась вокруг нашего автомобиля Она, вероятно, надеялась поживиться какими-нибудь остатками нашего обеда Но, убедившись, что мы есть не собираемся, затрусила в сторону львов По дороге к реке Ручуру нас едва не сбил воинственно настроенный буйвол, забавно скакавший в лучах утреннего солнца Когда мы подошли к реке, бегемоты наслаждались своими утренними играми Но, заметив нас, мгновенно погрузились в воду Однако вскоре на поверхности воды вновь стали появляться пара глаз и пара подергивающихся ушей А когда мы бросили в воду несколько камней, их огромные лоснящиеся туши пришли в движение И вода вспенилась от того, что они лезли друг на друга, громко сопя и фыркая Мы видели несколько буйволов, стоявших с явным наслаждением прямо на солнцепёке Это удивило меня, поскольку я знал, что буйволы в Кении всегда держатся в тени деревьев Можно было только предположить, что в Кении на буйволов часто охотятся И поэтому они вынуждены прятаться А здесь, в парке Альберта, они чувствовали себя в безопасности Солнце уже пекло нещадно И большинство животных скрылось в укрытиях Мы тоже подумывали об отдыхе и прохладе лагеря Но когда узнали, что следующую часть пути нам предстоит проехать по безводной местности То поняли, что у нас нет другого выбора, как отправиться немедленно дальше Чтобы до темноты добраться до следующего водоёма Наш путь пролегал по обрывистым склонам, окружавшим равнины парка Альберта Только бабуины и мартышки-верветки прыжками пересекали очень узкую дорогу Приседали на обочине на корточке и с любопытством разглядывали нас Миновав многие крутые повороты, мы достигли границ парка Вокруг, насколько хватал глаз, простирались заросли папоротника, достигающего метровой высоты Которые постепенно переходили в тропический дождевой лес А дорога была проложена через скалы На следующее утро, пересекая тропический лес, мы видели древовидные папоротники, пальмы Гигантские лобелии, орхидеи в человеческий рост И необычайно колоритные ползучие растения, совершенно невероятно переплетенные между собой Для меня это было мучительным зрелищем, поскольку мы не могли остановиться, чтобы собрать образцы Когда мы приехали в небольшое селение Луберо Африканские дети предложили нам корзиночки аппетитно выглядевшей лесной земляники Мне не хотелось отказываться от угощения Но я вспомнила, как одна моя подруга покупала точно такие же соблазнительные корзиночки в Каире И наслаждалась ягодами до тех пор, пока однажды, проходя по боковой улочке Не увидела, как несколько продавцов, сидевших на корточках в ряд Слизывали грязь с земляники перед тем, как ее продать Через некоторое время мы добрались до небольшой гостиницы, стоящей в глуши Домик был безупречно чистым И нас встретила типичная австрийская девушка Она оказалась хозяйкой этого очаровательного шале И поскольку была родом из Зальцбурга, у нас нашлось много общих интересов Отведав превосходный венский шницель и зальцбургские клетки Мы, с сожалению, продолжили путь в Бени Деревушку с единственной улочкой, на которой размещались обычные индийские лавочки И несколько бунгало, принадлежавших европейцам Нас не привлек захудалый отель И мы решили проехать еще километров 30 до гостиницы Которая, как нам сказали, была очень удобной И находилась недалеко от поселений пигмеев Которых мы хотели увидеть Встретившиеся нам африканцы были почти голыми Мужчины гордо несли свои копья У женщин на головах были тяжелые вязанки травы или хвороста И у каждой за спиной виднялся привязанный куском материи младенец Дети постарше носились вокруг своих матерей Мальчики, даже самые маленькие, имели небольшие копья На обочине дороги стояло несколько глинобитных хижин В которых у огня сидели старухи, покуривая длинные трубки Когда мы наконец добрались до комфортабельной гостиницы Она оказалась заплесневевшей однокомнатной постройкой С земляным полом, покрытым пометом животных и кишащим насекомыми Тогда мы решили переночевать в машине Несмотря на угнетающую жару Причем мы не осмелились даже открыть окна Из-за африканцев, почти всю ночь окружавших машину И непрестанно о чем-то разговаривавших То-то добавлял еще больше шума Все время выкрикивая, уходите прочь Мой хозяин хочет спать Салли и я держались очень тихо Не желая, чтобы обнаружилось, что хозяином На самом деле были три женщины, которые чувствовали себя счастливыми Уже хотя бы потому, что для своей защиты имели мужской голос то-то На рассвете нас разбудило странное хихиканье Которое совершенно не походило на предыдущую болтовню Выбравшись из машины, мы увидели группу карликов Их тощие ноги подпирали неестественно большие животы Которые у женщин частично прикрывались длинными, свисающими грудями Свидетельство того, что они вскормили многочисленных детей Перед нами стояли пигмеи Лица их покрывали морщины И не считая классических фиговых листочков На них не было никакой одежды У нас был с собой табак И мы раздали его пигмеям Они сразу же предложили нам в обмен Два своих крохотных лука Обтянутых для удобства обезьяньей шкурой И две крохотных стрелы Острее которых было смочено настолько сильным ядом Что за несколько минут он мог бы убить льва Мы с большой осторожностью приняли эти опасные подарки И, сделав несколько снимков, расстались ведьма дружелюбно Вспоминая их великодушную щедрость Когда они отдали нам две свои самые ценные вещи И храбрость, с которой они охотятся Чтобы добыть себе пищу Даже на таких крупных животных, как слоны Я решила, что в конечном счете Они очень милые люди Позднее, когда мне представилась возможность Изучать их в течение более длительного времени Это впечатление полностью подтвердилось Потом мы переправились по висячему мосту через реку Семлики, где видели много крокодилов Но мы напрасно искали взором вершины Рувензории Они были скрыты густыми облаками Еще со времен Птолемея люди пытались раскрыть тайны этих лунных гор И даже сейчас нам мало что известно об их флоре и фауне Примечание Горы Рувензори часто отождествляли со сказочными лунными горами Где по легендам древних народов находились истоки Нила Взбираясь все выше по склонам Мы пытались хотя бы мельком разглядеть лес По которому проходил наш путь к местности, поросшей вереском Обнаружив старую тропу Мы два часа тряслись по ней Пересекая ручьи и объезжая выходы горных пород Пока не достигли маленького плато На котором стояла глинобитная хижина Окруженная возделанным участком К нашему великому удивлению Внезапно появился белый человек лет шестидесяти И любезно пригласил нас отобедать Заинтригованные мы приняли приглашение Мы были уверены, что наш хозяин окажется интересным человеком И очень обрадовались, что так и оказалось на самом деле Полковник Харкас построил себе это маленькое пристанище на старости лет И жил здесь со своей африканской прислугой в компании Шимпанзе До отставки он провел тридцать лет в бельгийском Конго Позади дома шумел водопад В котором вода была настолько чистой, что ее можно было пить, не опасаясь За водопадом далеко уходил, скрываясь в дымке, тропический дождевой лес А из дома открывался прекрасный вид на парк Альберта На озеро Эдуард И дальше на море, покрытых лесами холмов Здесь царила атмосфера уединения, мира и свободы За последние девять лет полковник Харкас построил несколько дорог Сделавших местность более доступной Но важнее всего то, что благодаря прежде всего его усилиям Парк был избавлен от сонной болезни Которая в прошлом уносила ежегодно тысячи жертв Недавно он приступил к осуществлению нового проекта Создав фермы для разведения окапи Чтобы защитить этих редких сородичей жирафов Которых охотно приобретали зоопарки И постоянно истребляли браконьеры Он показал нам фотографии и публикации об экспедициях на шесть вершин Ровензори Мы восхищались многими образцами неизвестных нам птиц, бабочек, рептилий и мелких млекопитающих В большинстве своем собранных нашим хозяином Все это тщательно хранилось И после окончания войны Было отправлено в Брюссель Для определения видов После обеда, который заслужил бы похвалу любого гурмана Полковник преподнес каждой из нас По слоновьему хвосту И вскоре мы простились с нашим радушным хозяином На закате мы достигли границы Конго с Угандой И обрадовались, когда бельгийский таможенник Предложил нам воспользоваться гостеприимством его домика для приезжих Он предложил нам большой выбор беспошлинных напитков Потом угостил жарким, сдобренным французским вином За этим изысканным угощением Мы приятно провели вечер Который закончился тем, что все мы пели свои любимые песни В сопровождении цитры Примечание Многострунный щипковый музыкальный инструмент 18 века Распространенный в основном в Австрии и Баварии На некоторое время мы забыли о войне Но самый большой сюрприз ожидал нас, когда мы пошли спать В ванной комнате? О, что это была за комната? Мы обнаружили ряды ведер с горячей водой А посередине комнаты Цементную ванну Площадью около одного квадратного метра Как бы то ни было, мы были очень благодарны За предоставленную нам такую роскошь Тем более, что мы знали, каким дефицитом здесь была вода На следующее утро наш любезный хозяин пожелал сам Открыть для нас таможенный шлагбаум Мы помахали ему на прощание Подаренными нам слоновьями хвостами И с недоумением заметили, что он отвернулся в сторону Только позднее мы узнали, что самые большие пошлины Налагались на владельцев таких незаконно приобретенных трофеев Далее мы ехали через заросли, похожих по форме на канделябры молочаев И видели множество растений-суккулентов Отдельные экземпляры которых я собрала для специализировавшегося по ним питера Примечание Растения, обитающие в сухих районах И переносящие сухой период за счет накапливания влаги в стеблях или листьях Пока я выкапывала растения Собрала столпа африканцев На них была коричневата-желтая одежда из луба Такая материя очень ноская Ее изготовляют из коры определенного вида дерева Которую отбивают до тех пор Пока она не станет тонкой, как бумага Миновав Кампалу Мы пересекли Нил близ водопадов Репон И приехали в небольшой городок Кисуму Раскинувшийся на том митте Где в доисторические времена Было дно озера Виктория Занимавшего тогда около 175 тысяч квадратных километров Когда позднее я, подшучивая над Питером Говорила, что это чуть ли не в четыре раза больше Швейцарии Он патриотично отвечал Не больше, если ты хорошенько разгладишь Швейцарию Последний отрезок нашего пути Проходил по нагорьям Кисии и Киричо Где находились крупнейшие чайные плантации Кении Здесь многие гектары земель Были аккуратно засажены чайными кустами После этого района с пышной растительностью Мы выбрались на пожелтевшие равнины По которым вернулись обратно в Найроби Встреча с Джорджем Кения находилась под угрозой вторжения итальянских войск Оккупировавших Эфиопию Их наступление ждали в любой момент И поэтому в стране были созданы в основном из фермеров Отряды обороны Однажды утром, когда я дома рисовал редкий экземпляр белого дельфиниума Который мне принесла Мюрель Открылась дверь И в комнату в сопровождении эскорта Вошла женщина-полицейский Она предложила мне взять с собой самые необходимые вещи Сообщив, что я буду содержаться под арестом На протяжении всей войны Меня и Питера это известие ошеломило Нами в голову никогда не приходило Что мое австрийское происхождение Может вызвать какие-то подозрения Поскольку всем было известно, что я ненавидела фашизм Мы пытались объяснить, что, видимо, произошла ошибка Но все было безрезультатно В ответ на мою просьбу разрешить мне закончить рисунок Над которым я работала Мне сказали, что я могу взять цветок в монастырь Где я и другие подозреваемые лица Будут находиться до создания постоянного лагеря Уложив вещи и взяв подмышку Пиппина Я отправился за женщиной-полицейским в монастырь Там я увидела женщин многих национальностей В том числе и нескольких англичанок Каждая говорила на своем языке Мое появление с белым дельфиниумом в одной руке И с собакой в другой вызвало некоторое удивление Меня спросили, как ты мне разрешили взять с собой Пиппина В ответ я сказала, что это мой друг Затем я устроилась в уголке И продолжала рисовать Сосредоточившись на изящной голубой тычинке И хрупких кружевных лепестках Я ушла в тот мир, где едва ли кто-нибудь из людей Мог меня обидеть На следующий день нас всех вывезли поездом на плато И разместили на ферме, расположенной на высоте 2400 метров Условия жизни здесь были самыми примитивными Все мы испытывали чувство глубокой подавленности И это, пожалуй, единственное, что было у нас общего Я обрадовалась, когда мне разрешили делать наброски цветов Растущих вокруг лагеря В спешке перед отъездом Я забыла взять миску, из которой кормила Пиппина И поскольку свободной посуды здесь не было Вырезала для него небольшую плошку из полена Но что я могла положить в нее? Одна порция, выдаваемая мне на двоих Никак не могла удовлетворить аппетита Пиппина К счастью, он уже успел понравиться некоторым из заключенных И они бросали ему кусочки под стол Каждое утро нас выстраивали и заставляли выполнять физические упражнения Когда Пиппин впервые увидел, как мы прыгаем Он, казалось, был сбит с толку Но постепенно сам начал подражать нам Если мы прыгали, прыгал и он А когда мы бегали по кругу, то и он бегал за нами Глядя на него, усмехалась даже наша суровая надзирательница Питер делал все возможное, чтобы выяснить причины моего ареста И вот что он узнал Оказывается, представитель отдела уголовного розыска Заходил к моим друзьям Джекс Блейком И расспрашивал о моих знакомых В разговоре они простодушно упоминали, что в нашем доме иногда встречали людей Говоривших на немецком языке В действительности это были не немцы А наши друзья швейцарцы, говорившие на немецком языке Но именно из-за этого недоразумения меня и арестовали Узнав о том, что произошло, Джекс Блейки пошли к губернатору И потребовали немедленно освободить меня Он дал согласие И когда неделю спустя я вернулась домой Я подарила Мюриэль свой рисунок белого дельфиниума В знак нерушимости нашей дружбы Вскоре после моего возвращения у Питера обнаружилось серьезное заболевание почек Когда он стал чувствовать себя достаточно хорошо для того, чтобы совершать поездки Его врач порекомендовал ему полностью переменить образ жизни В Европу улететь было нельзя И Питер решил поехать в Южную Африку Я не могла поехать с ним И была этим сильно огорчена Во время отсутствия Питера Я приняла приглашение пожить у Алис Рис Жены начальника северной пограничной провинции Примечание В советской литературе северная провинция Впоследствии была разделена на восточную провинцию и северо-восточную провинцию Я должна была помочь ей управляться с детьми Двумя девочками четырех и пяти лет И мальчикам четырех лет Мое знакомство с Джеральдом и Алис Рис Состоялось в Иссиола За несколько дней до того, как они перебрались в Марсабит Чтобы переждать там самый жаркий период Иссиола, центр провинции Расположена на высоте немногим более 900 метров Это очень жаркое место В особенности, когда здесь дуют ветры с равниной Приносящей песок А равнина здесь необъятная И лишь далеко на горизонте виднеется горная цепь Когда Алис Рис Представляла меня на теннисных кортах Семьям некоторых чиновников Мое внимание привлекли Маленькие вулканчики Высотой всего лишь с десяток сантиметров Выбрасываемые пескороями По всем кортам Даже во время игры Мне рассказали, что эти животные Относятся к очень редкому виду Почти не имеют шерсти А их кожа настолько тонка Что сквозь нее Можно изучать чуть ли не всю их анатомию Они обитают только в жарких засушливых странах И Сеола Было не только резиденцией Администрации северной пограничной провинции Но и воротами в эту провинцию Поперек дороги был установлен шлагбаум Проезд за который Разрешался лишь по специальным пропускам Через несколько сотен метров от него Дорога раздваивалась Одна вела через Марсабит в Эфиопию Другая через Ваджир в Сомали Это были единственные дороги Пригодные для машин в полупустынной местности Деревянный шлагбаум казался мне Не столько препятствием на пути нарушителей Сколько границей между стабилизованной жизнью И дикой величественной природой Я была преисполнена решимости когда-нибудь Поехать далеко за горы Видневшиеся на горизонте Итак, упаковав вещи Я отправилась в почти трехсоткилометровую поездку С рисами в Марсабит Дорога шла параллельно горной цепи Мачиус Пока мы не достигли пустыни Каисут Здесь наши грузовики с некоторыми затруднениями Преодолели русло нескольких пересохших рек И затем поднялись по склонам Марсабита Направляясь в сторону леса Его северный склон был усеян множеством вулканических конусов Самая высокая гора немногим превышала 1200 метров Но она представляла собой первое препятствие на пути Муссона с побережья И поэтому верхние склоны гор получали достаточно влаги Для развития пышной растительности В лесу был густой подлесок Из каждого дерева свисали мохнатое полотнище серых лишайников Небольшой родник в глубине леса Служил единственным постоянным источником воды Которая каскадом спадала со скал Образуя внизу небольшое озерко Оно давало жизнь и людям, и животным Здесь, на одной из возвышенностей близ леса Чита Ариз построила два бревенчатых домика Где и проводила те несколько самых жарких месяцев Когда покидала Исиола Пространство пустыни, простирающиеся к северу И далеко в сторону озера Рудольф Были настолько обширными Что мне хотелось бы иметь крылья, чтобы их обследовать Когда мы уже разместились, я вышла размяться после долгой дороги Но лишь я вернулась, Джеральд спросил, где я была Я показала в сторону темной линии внизу на равнине И обронила у той проселочной дороги Та дорога, улыбаясь, ответил он Основная дорога к Мояле Передовому посту на границе с Эфиопией Примерно в 160 километрах отсюда Как и было условлено Я старалась помогать управляться с детьми Первое, что надо было сделать Это погулять с ними рано утром Пока готовился завтрак После завтрака с детьми занималась Алис Алис Алисовала цветы Согревая коченеющие пальцы А лежащую на коленях грелку Окропленные утренней росой цветы Которых здесь росло великое множество Были особенно красивы Рисы очень любили лошадей И держали до 20 выносливых маленьких пони Выращенные племенем баран Они легко передвигались по местности Изрытой норами трубкозубов Когда племя баран вторглась в Кению с севера То одни из них расселились вокруг морсобита И остались язычниками А другие ушли южнее И заняли район из Сеола Эти последние приняли мусульманскую веру Все они были отличными наездниками И с моей точки зрения Гордыми и привлекательными людьми Мы с Алис часто уезжали к какой-либо возвышенности Привязывали лошадей к дереву А сами взбирались на ее вершину Если мы сидели молча, не двигаясь К нам могли приблизиться антилопы Клип-Шпрингер Или даже большой Куду Казалось, что они были единственными живыми существами Не только здесь Но даже и на всей безбрежной равнине Расстилавшейся под нами Провожая взглядом клонящееся к горизонту солнце Которая заливала пустынную местность алым заревом Я подолгу всматривалась В далекие очертания горы Кулау И еле различимую серебряную полоску Озера Рудольф Как далека я была тогда от мысли Что эта своеобразная страна Станет моим домом В то время Марсабит Представлял собой важный военный пост Поскольку занимал стратегическое положение И располагал единственным на сотни километров вокруг Источником свежей воды В ближайшем лесу размещалось несколько военных лагерей Откуда вечерами к нам часто заходили офицеры Поболтать или послушать музыку У супругов Рис была прекрасная коллекция пластинок В то время как мы, женщины, чинили их порванную одежду Если погода была довольно теплой Мы выносили граммофон на открытый воздух И, глядя на звезды, наслаждались музыкой Прочитав книгу Мартина Джонсона Об озере Парадайз Мне захотелось там побывать Но до него было километров 25 А горючее здесь строго нормировалось Поэтому туда можно было пройти лишь пешком через лес Алис нашла для меня проводника И захватив с собой собак Пиппина и Риджбека Мы отправились в путь Лес был великолепен Медленно продвигаясь собаками на поводках Мы вспугнули нескольких дукеров, бушбаков и других мелких животных Они никогда не встречали людей в такой лесной глуши И подпускали нас к себе очень близко Вдруг проводник тронул меня за плечо И прошептал «Бегите!» Удерживая собак, я бросилась вперед И бежала, пока у меня не перехватило дыхание И тогда я спряталась за дерево Если бы проводник не предостерег меня Я столкнулась бы прямо со слоном Он преследовал нас, размахивая хоботом И широко расставив уши Мы пережили несколько ужасных минут Пока проводник не крикнул «Спустите собак! Слон гонится только за ними!» Я не стал рисковать Пиппином И схватив его на руки, я спустил из поводка Риджбека Который с пронзительным лаем ринулся в сторону Я вздохнул с большим облегчением Когда через некоторое время собака вернулась Не пострадав от этой погони А слон исчез Однако проводник сказал Что если мы больше не хотим встретиться со слонами Нам следует повернуть обратно Так я впервые столкнулась со слоном Пока я жила в Марсабите Я получала от Питера весьма обнадеживающие письма Он быстро поправлялся И уже планировал экспедицию к озеру Руква Где надеялся найти редкое растение Мы встретились у озера Виктория И оттуда вместе продолжили наш путь пешком Однако долгий переход к озеру Руква Сильно утомил Питера Тем временем музей предложил Питеру Исследовать некоторые местные красящие вещества Которые армия могла бы использовать Для окраски маскировочных тентов и автомобилей Поскольку из-за военных действий Ввоз таких красящих веществ был ограничен Инженер-строитель, работавший недалеко от Гориссы Недавно привез несколько образцов породы И при их обработке обнаружилось, что они содержат хром Он предполагал, что в этом районе имелись месторождения и других минералов Из которых можно было бы получать желтые и коричневые красящие вещества Мы поехали к этому инженеру, жившему со своей семьей в большом лагере километрах в 150 от Гориссы И Питер действительно нашел несколько многообещающих минералов и растений Из которых можно было бы получать стойкие красители Приближалось Рождество Однажды окружной комиссар из Гориссы Вилли Хейл Заехал в лагерь и пригласил нас провести рождественские праздники вместе с ним Мы приняли приглашение В 1942 году Гориссы представляла собой небольшой сторожевой пост На котором находились окружной комиссар и полицейский инспектор со своими подчиненными Других европейцев там не было Поскольку она находилась на высоте всего лишь 300 метров над уровнем моря Здесь было очень жарко И поэтому дома строились с толстыми стенами Обычно с заходом солнца все перебирались на их плоские крыши Недалеко от Гориссы протекает крупнейшая река Кении Тана Через которую над водой, кишащей крокодилами, наведен понтонный мост В густых лесах по берегам реки обитало много слонов и других менее крупных зверей и птиц Несколько рисовых полей обеспечивали немногочисленные сомалийские и приречные племена их основным продуктом питания Супруги Хейл сказали нам, что это Рождество будет особым Так как они пригласили больше европейцев, чем когда-либо раньше Помимо Морны и Вилли Хейл, Питера и меня Должны были быть ветеринарный инспектор и Джордж Адамсон из департамента охоты Во время приготовления к празднику Морна рассказала мне о гостях Особенно о легендарном Джордже Адамсоне, у которого было много различных приключений Однажды утром его сильно поранила львица И лишь много часов спустя товарищи пришли ему на помощь Незадолго до этого департамент охоты прислал Джорджу немного нового препарата Сульфаниламида против заражения крови Промыв раны английской солью, он попросил своих товарищей давать ему по одной капсуле сульфаниламида через каждые четыре часа Позднее, страдая и от малярии, и от потери крови, он временами впадал в забытие Но однажды ночью проснулся, услышав, как слон-бродяга угрожающе надвигался прямо на его палатку Он крикнул своему повару, чтобы тот помог ему приподняться Схватил ружье и застрелил этого гиганта прямым попаданием в голову В рождественскую ночь мы все уселись на парапете плоской крыши в наших самых лучших праздничных нарядах На мне было длинное серебристое вечернее платье, которое, конечно, выглядело в гориссе совершенно неуместным Толпа африканцев собралась вокруг нашего дома, готовая начать большой нгома-танец Но вдруг она расступилась, и появился караван верблюдов с Джорджем Адамсоном во главе Быстро приняв ванну, он поднялся к нам на крышу Вилли Хейл предложил ему стаканчик чистого виски, потом второй, потом третий Тут мы с Морной проявили беспокойство, но Джордж довольно вызывающе заявил «Я никогда не перенею» Этого нам было достаточно, чтобы решить доказать ему, что он ошибается Мы подливали ему бренди в суп, в соус и во все, что он ел Я с тревогой следила за его загорелым лицом, обрамленным белокурыми волосами и аккуратно подстриженной козлиной бородкой Когда взошла луна, осветив танцующих и поющих внизу африканцев, настроение стало еще более праздничным Наши мужчины, переодевшись в кикой, один за другим покинули нас и растворились в толпе Остался только Джордж, который сидел на парапете и пел Примечание — кикой, национальная одежда кенийцев На следующее утро мы нашли Джорджа далеко не в лучшем состоянии Не сняв ботинки, он улегся на кровать, положив ноги на подушку Было решено, что в следующее путешествие на верблюдах Джордж возьмет и нас с Питером Мы будем двигаться по берегу реки до Буры Оттуда Питер отправится на север, а супруги Хейл подберут нас и довезут машиной до Ламу Этот район Питер не знал и надеялся найти там несколько новых растений Как только мы свернули в сторону от берега реки, поросшего большими деревьями, мы сразу попали в жаркую и сухую местность Раньше я редко ездила на верблюдах И теперь меня усадили на импровизированное седло из травяных циновок, уложенных между двумя горбами и удерживаемых в этом положении перекрестными растяжками Наблюдая с высоты этой удобной позиции за всем происходящим внизу, я чувствовала себя королевой Все было превосходно, пока мне не потребовалось сойти вниз на обед Я обнаружила, что в результате постоянного трения моего разгоряченного тела о влажную циновку кожа у меня на спине сильно стерта Рану обработали дезинфицирующим средством, и она через некоторое время затянулась Но еще долго я ощущала мучительные боли, если ложилась на спину, и в особенности, если приходилось нагибаться Однако местность была настолько изумительной, что я не сожалела о случившемся К тому же Питер находил много интересных растений, а Джордж открывал для меня новый мир своими рассказами о диких животных Джордж представлял для меня загадку В частности, он был очень молчалив, что я объясняла его одиноким образом жизни Хотя к этому я уже была подготовлена морной, которая смеясь рассказывала, что Джордж никогда не слушает, что ему говорят И отвечает всего лишь тремя восклицаниями, которые он считает вполне достаточными для всех возможных ситуаций Ооо, в самом деле, удивительно Мы спали под москитными сетками, поскольку в палатках было слишком душно По ночам я слушал рычания львов, хохот гиен и другие издаваемые животными необычные звуки из трех цикад Казалось, что и сами эти звуки были для меня вызовом познать мир, такой же дикий, как обитающие в нем существа Добравшись до Буры, мы отправились в Ламу Хотя я предпочла бы продолжить наш путь через Буш, чем ехать в Ламу, где почти ничего не увидишь В прошлом, когда еще существовало рабство, Ламу был сельскохозяйственным центром побережья Но со времени освобождения рабов он превратился в тихое местечко, живой музей с привлекательными жителями На его узких улочках мы видели арабов, одетых в белые шелковые просторные одежды и белые хлопчатобумажные расшитые шапочки Некоторые из них сидели в своих лавочках, где в основном продавались специи и домотканные кикой Женщины, все еще носившие паранджу, появлялись на улицах только с наступлением темноты Они были одеты в свои черные одежды буй-буй, и только глаза виднелись сквозь узкие прорези Жизнь в Ламу была сосредоточена в гавани, куда из Аравии на небольших арабских парусниках доставлялись финики, специи и персидские ковры для обмена на кенийские товары За проливом шириной в несколько километров находится остров Ламу, который входит в архипелаг, простирающийся к северу на 150 километров Мы остановились в доме окружного комиссара на берегу моря Это было двухэтажное строение с большим внутренним двориком в типично арабском стиле Дом имел очень толстые стены и просторные, хорошо спланированные комнаты В которых резная деревянная мебель четко выделялась на фоне выбеленных стен Вскоре после нашего возвращения в Найрубе я и Джордж однажды встретили совершенно случайно Он не искал этой встречи, поскольку, будучи влюбленным в меня, он, как честный человек, старался избегать меня, чтобы не разрушить мою семью Однако вмешалась судьба, и мне вскоре пришлось заняться разводом В это печальное время мне надо было побыть одной Я решила разбить твой лагерь на поросших вереском склонах горы Кения и рисовать там цветы Экватор проходит как раз по покрытым льдом-пикам этого потухшего вулкана, поднимающегося на высоту 5199 метров Здесь альпийская флора Европы соседствует с растениями из Южной Африки С гигантскими лобелиями и крестовниками, которые можно увидеть только на самых высоких горах Восточной Африки и Анд А гора Кения, находящаяся на границе между двумя полушариями, удивительнейшим образом объединяет контрастные климатические условия Я собиралась разбить лагерь на высоте примерно 4000 метров Там, где кончается граница леса, и начинаются заросли вереска Практическое осуществление этого плана оказалось нелегкой задачей Мне нужен был повар и оруженосец, который сопровождал бы меня в поисках цветов и охранял от слонов и буйволов Нужны были также и носильщики, поскольку необходимо было еженедельно доставлять почту и пополнять для нас запасы продуктов Два окружных чиновника, к которым я обратилась за помощью, были настолько перегружены работой в связи с войной Что не могли взять на себя еще и обязанности присматривать за женщиной, собиравшейся разбить лагерь высоко в горах, чтобы рисовать там цветы Лишь фермер Раймонд Хук разрешил мои проблемы Он был любознательным человеком и к тому же крупным натуралистом И обладал поразительными знаниями истории гепардов с тех времен, когда их держали в качестве ручных животных Ассирийцы, древние египтяне, а также французы вперед в средневековье Хук выдрессировал несколько гепардов для индийских магараджей Нескольких отправил в Англию на состязание с борзыми, затея из которой ничего не вышло ввиду явного превосходства гепардов Он скрещивал буйволов с коровами, зебр с лошадьми И первым вывел красивого полосатого зеброида коричневой масти с головой зебры Греви Он использовал их в качестве вьючных животных или продавал в зоопарке Несмотря на то, что Хук был высокообразованным человеком, жил он в самых примитивных условиях Он предложил каждую неделю посылать в мой лагерь двух человек на лошадях, которые бы доставляли нам все необходимое Работники Раймонда никогда не подводили нас Даже если была плохая погода или им по пути встречались агрессивно настроенные слоны Все равно припасы, в конце концов, доставлялись нам Они всегда привозили с собой записки от Хука, в которых говорилось, где я, вероятнее всего, могла бы найти наиболее интересные растения По его совету я разместил свою небольшую горную палатку Еще одну палатку для двух мужчин и студию, сделанную из бамбуковых шестов На краю вересковых зарослей под одним из деревьев на опушке леса Преимущество такого размещения заключалось в том, что в случае нападения слонов или буйволов Мы могли влезть на дерево И в самом деле, каждую ночь какой-то буйвол протискивался между нашими палатками, почесываясь о парусину и приводя в ужас моего терьера Пиппина Я выбрал для работы дождливый сезон, когда все пышно цвело, ежедневно выпадал снег и туман держался обычно до полудня Поразительную картину представляли собой поднимающиеся прямо из снега алые гладиолусы, темно-голубые и бирюзовые дельфиниумы и пурпурные лаконосы Менее крупные цветы росли по берегам небольших ручьев и имели более яркую окраску, чем такие же цветы, растущие ниже Высота влияла здесь и на фауну Антилопы, канны, буйволы, шакалы и доманы были гораздо крупнее, чем их сородичи, обитающие на более низких высотах Они отличались также и более густой шерстью и часто даже другой окраской Гигантские лобелии и крестовники привлекали несколько видов нектарниц В других районах эти виды никогда нельзя встретить вместе Однажды мы с оруженосцем принесли трехметровую лобелию в лагерь, поскольку я не могла рисовать ее там, где она росла Очень скоро я почувствовала недомогание Затем стало плохо моему оруженосцу У него распухли веки, губы и ноздри Тогда я вспомнила, как однажды Питер взял несколько стеблей лобелии, чтобы положить их под пресс И, несмотря даже на то, что он тщательно вымыл руки, его вырвало полчаса спустя, когда он вложил пальцы в рот, чтобы свистнуть Позднее я узнала, что все лобелии содержат ядовитый млечный сок, действующий подобно каустику И поэтому их никогда не используют в качестве топлива даже высоко в горах на склонах, где не растут деревья Поскольку дым при их сгорании вызывает тошноту Этот яд оказывает более сильное действие, чем яд на перстянке Я намеревалась провести в горах один месяц Но там оказалось так много цветов, что я решила задержаться Всего за четыре месяца работы с грелкой на коленях и пиппином в ногах Я сделал зарисовки семидесяти различных цветов Джордж навечал меня в конце почти каждой недели Однажды он пришел поздно ночью, очень уставый После трехсоткилометрового переезда из Марсабита и подъема пешком до моего лагеря в сильные дожищ по густому лесу Он только что оправился от малярии благодаря приему больших доз Непокрина Многие плохо переносят это лекарство, поскольку оно оказывает серьезные побочные действия Одни теряют память, другие буйствуют, третьи заговариваются На следующий день утром Джордж отправился убить буйвола, который досаждал нам всю ночь Эти животные редко нападают на человека Но они очень опасны, особенно если ранены, поскольку имеют привычку обходить охотника и нападать на него сзади Впрочем, на этот раз буйвол набросился на Джорджа даже прежде, чем тот успел прицелиться И у него оставались считанные мгновения, чтобы покончить с животным На обратном пути в лагерь Джордж начал как-то странно разговаривать И когда мы добрались до палаток, он потребовал свой револьвер и стал угрожать нам Мы едва смогли уложить его в постель Всю ночь он кричал на нас и метался На рассвете он, наконец, крепко заснул и проснулся слабым, но здоровым Причиной такого бредового состояния были приняты им большие дозы мепокрина Он остался с нами в лагере до полного выздоровления Однажды в конце недели мы обходили пики горы Кения по самому краю ледников Каждая долина отличалась большим своеобразием И почти во всех мы видели высокогорные голубые озера Но как бы ни было великое искушение искупаться, мы не поддались ему Поскольку знали, что нередко люди умирали от разрыва сердца после купания в ледяной воде Внезапно погода резко изменилась, наступило время муссонов Ветер бушевал в лесу, выворачивая многие деревья И я, совсем обессилев от бессонных ночей и опасений, что эти ледяные порывы ветра в любой момент могут снести и мой лагерь Решила вернуться домой По пути я заехала в Наньюки навестить Раймонда Хука Когда я спросила, чем могу отблагодарить его, он ответил Я знаю эту величайшую гору, вероятно, лучше, чем кто-либо другой Теперь, когда я уже слишком стар, чтобы подняться хотя бы до вересковых зарослей Мне просто хотелось помочь вам сделать рисунки Чтобы люди, которые, как и я, больше уже не могут подняться и посмотреть эти прекрасные цветы там, где они растут Смогли бы увидеть их на ваших рисунках А затем он сказал, что если я подарю ему два своих рисунка, то он сочтет их достаточным для него вознаграждением Он предложил мне также переночевать в его доме, а не останавливаться в гостинице Я, разумеется, согласился После очень интересного вечера Раймонд установил для меня походную кровать в гостиной, а сам поднялся наверх Когда я уже легла в постель, африканец принес стеклянную банку, в которой плавали тропические рыбки Он поставил банку на жаровню, в которой тлели красные угли Затем накрыл все это одеялом и ушел Скоро дым от углей заполнил всю комнату, и я стал задыхаться Я разрывалась между сильным желанием открыть окно и уверенностью, что это погубит рыбок Помня доброту Раймонда ко мне во время моего пребывания в горах, я приняла решение в пользу рыбок Что означало для меня бессонную ночь Утром следующего дня я выехала в Найрове Там я узнала, что мой развод состоялся, и мы с Джорджием могли вступить в брак Северная пограничная провинция Первое мое знакомство с тем, что представляла собой работа Джорджиа, надолго потрясло меня До департамента охоты дошли слухи, что из лагеря военнопленных близ Найроби исчезло несколько человек Это случилось на равнине одинокого дерева, где обитало много диких животных, в том числе и семейство из восьми львов Известно было лишь то, что пленных больше нигде не видели Джорджиа и одного из его сослуживцев попросили, чтобы предотвратить другие трагедии и застрелить львов, если возможно, всех сразу Это была нелегкая задача Львов надо было выследить в то время, когда они голодны Определив направление ветра, приманку оставили у ручья Две машины были спрятаны поблизости в зарослях, и Джордж попросил, чтобы я осталась в его машине Видимо, он хотел, чтобы я постепенно привыкала к невзгодам, которые случаются в жизни людей, охраняющих диких животных Мы ждали, как мне показалось, целую вечность Потом первыми обнаружили приманку грифы и начали кружить над тушей, наводя на нее львов Наконец, все восемь львов приняли стерзать тушу, они рычали и наносили удары лапами друг к другу, стараясь отстоять свою долю добычи Никогда раньше я не находилась так близко даже от одного льва Мысль о том, что через несколько мгновений все эти великолепные золотистые кошки будут мертвы, ужасала меня Раздался ружейный залп, львы слепо бросились в рассыпную, пытаясь спасти с бегством, и падали почти с таким же стоном, как и люди Один из львов сумел уйти Это была львица, которая сильно хромала Джордж и его напарник бросились преследовать ее А я осталась одна возле мертвых тел Смогу ли я когда-нибудь привыкнуть к такой отвратительной работе? Если даже в данном случае этот отстрел, видимо, был оправданным, чтобы не допустить превращения восьми львов в людоедов прямо в предместьях города Найроби В глубине своей души я не могла осуждать львов за то, что они напали на людей, которые должны были знать, что в этих местах обитают львы и держаться с осторожностью Когда Джордж, убив раненую львицу, вернулся, мы отвезли львов в департамент охоты и мне потребовалось все мое самообладание, чтобы заставить себя не смотреть на людей, разглядывавших наш ужасный груз После этого случая мы пешком отправились на горную цепь Маттьюс Это путешествие должно было стать нашим медовым месяцем Только один белый человек, кроме Джорджа, исследовал эту растянувшуюся более чем на 150 километров горную гряду Местные жители, жившие здесь, принадлежали к Вандаробо, одному из племен Кении Первоначально каждая семья занимала отдельную гору и охраняла ее, втыкая маленькие палочки вдоль своих троп Если посторонний человек приходил к хозяевам с добрыми намерениями, он оставлял такие же палочки вдоль своего пути Но если хозяин находил неотмеченные следы человека в других местах, он знал, что они принадлежат браконьеру или похитителю меда Последние наказывались племенем самым жестоким образом Вандаробо жили в непрочных жилищах, сделанных из травы, которые они оставляли, перебираясь на новое место Мы часто находили тлеющие угли костра у таких хижин Обитатели покидали их, заслышав наше приближение После того, как мы прожили несколько недель в этой девственной дикой местности Я вполне разделяла мнение Джорджи, что буду настолько очарована северной пограничной провинцией Что никогда не пожелаю покинуть ее, даже и в том случае, если наш брак сложится неудачно Приученная к строго организованному образу жизни, я вначале с трудом приспосабливалась к таким ситуациям Когда, скажем, Джордж просил меня запасти с провизией на пять недель Но позднее оказывалось, что мы будем путешествовать не пять недель, а шесть месяцев Или заготовить продукты для поездки на три месяца А мы вдруг возвращались домой через четыре недели Но, тем не менее, я скоро к этому привыкла Пока Джордж занимался браконьерами и устанавливал контроль за дикими животными Я рисовал растения и собирал их для музея в Найроби для различных международных институтов Были у меня и другие занятия Я вела раскопки древностей, собирала ископаемые остатки Заспиртовывала насекомых и коллекционировала мелких присмыкающихся и грызунов Случались и различные происшествия Однажды мы услышали лай гиеновых собак И устремились на их голоса через лес Где и увидели стаю, сжимавшую кольцо вокруг антилопы, большого куду Который уже стоял на самом краю пропасти Тяжело дышащее, перепуганное животное ожидало верной смерти Либо прыгнуть в пропасть, либо быть растерзанным стаей хищников Загнанный в западню куду совершал смелые, но безнадежные выпады против гиеновых собак Джордж тотчас же начал стрелять по ним, нескольких убил, а остальные собаки мгновенно разбежались И куду был спасен В другом случае мы нашли одинокого же ребенка зебры Греви Мы долго наблюдали за ним, думая, что мать все же вернется Но в конце концов нам пришлось взять его с собой Всегда очень важно подольше понаблюдать за предполагаемым сиротой, прежде чем идти ему на помощь Поскольку мать, уходя в поисках корма, приказывает своему малышу оставаться на месте до ее возвращения Детеныш выполняет эту команду неукоснительно И поэтому легко может случиться, что детеныш, принятый за сироту, будет подобран людьми Тогда как в действительности мать вернется за ним позднее А животное будет напрасно лишено возможности жить в естественных для него условиях Жеребенок зебры с длинными ногами, большой головой, мохнатой шерстью и красноватыми полосками Оказался таким очаровательным, что я сделал несколько набросков с него, которые храню и по сей день Мы кормили его разведенным сухим молоком, и он прожил несколько дней, но потом все же погиб Очевидно, его мать знала, что детеныш не сможет выжить, и поэтому оставила его Зебра Греви — самая красивая из всех видов зебр И она, единственная из них, поддается приручению Эти животные встречаются в Кении на высоте до 900 метров над уровнем моря Между небольшим городком Наньюки, расположенным на высоте 2100 метров у подножия горы Кения И городом Исиола, лежащим на высоте 900 метров, находится зона шириной в 8 километров Где высокогорную фауну сменяют животные пустыни Фауна северной пограничной провинции удивительно богата Здесь обитают сетчатый жираф Особый подвид африканского страуса с синими ногами Орикс, бубалхантера, жирафовая газель, геренук и зебра Греви Этих животных никогда не увидишь на плоскогорьях, где встречаются антилопы гну Другой подвид африканского страуса с розовыми ногами, газель Томпсона и массайский жираф Но есть другие виды животных, которые совместно обитают в Кении в одних и тех же местах В том числе конгони и газель Гранта, бегемоты и носороги и хищные животные Львы встречаются на различной высоте над уровнем моря В пустынной местности до высоты 900 метров водится фелис сомалиенса Эти львы значительно меньше по величине, чем те, которые обитают на большей высоте Часто у них отсутствует грива и сохраняются пятна на шкуре Они могут долгое время обходиться без воды, довольствуясь жидкостью, полученной из корней и травы Или с кровью добычи Другой лев Фелис массайка Преимущественно встречается на территории, где живет племя массаи На высоте от 900 до 3600 метров над уровнем моря Это менее выносливое, чем фелис сомалиенса И довольно ленивое животное с прекрасной гривой В районе обитания этих львов всегда много добычи Но они нуждаются в постоянном источнике воды Одновременное уничтожение восьми львов, которые по предположениям растерзали пленных Было одним из многих случаев, когда Джорджу поручалось немедленно уничтожить хищников-людоедов Меня часто спрашивают, что делает льва людоедом Причины этого, видимо, различны Старый лев, потерявший клыки, может счесть человека самой легкой добычей Такое же объяснение верно и в отношении льва, который, будучи раненым, теряет способность охотиться Искушение для льва представляют и те африканские пастухи Которые остаются спать за пределами колючей ограды загона для скота Поскольку, видимо, для льва меньше риска убить спящего человека Чем прыгать в загон и убивать добычу в самом стаде Что касается львов, которые убивают людей беспричинно, не ради пищи То они столь же нетипичны и анормальны, как и лица, совершающие массовое убийство людей Но если у пары львов-людоедов появляются детеныши То они учат их своим постоянным привычкам Сообразительность львов общепризнана и подтвердилась однажды самым необычным случаем Который произошел, когда Джорджа попросили убить двух львов-людоедов Для убийства таких животных нет запрещенных приемов И поэтому Джордж положил небольшую дозу стрихнина в куски свежего мяса И оставил их на месте, где он видел последние следы львов Вскоре мясо исчезло Обнаружив это, Джордж пошел по следам львов И они привели его к кусту, покрытыми мелкими красными ягодами Эти ягоды — сильнодействующие рвотное средство И местные жители едят их в тех случаях, когда хотят, чтобы их стошнило Оказалось, что львы легли под кустом Наелись ягод И исторгли все содержимое своих желудков, включая и стрихнин Потом они пошли через скалы, где Джордж уже не мог их выследить Хотя верится и с трудом, но вероятно, что львы, почувствовав себя плохо, сами наелись ягод Видимо, предчувствуя, что они вызовут рвоту Вскоре я узнал еще одну заповедь в своей новой жизни Никогда нельзя ходить в буш без ружья В противном случае можно застать врасплох И внезапно напугать спящее или больное животное Или мать с детенышем В таких случаях животное, вероятнее всего, нападет на человека Выстрелом же из ружья в воздух можно наверняка обратить их в бегство Раньше я верила, что так называемые опасные животные являются свирепыми по своей природе И нападают на любого человека, который им встречается На самом деле, они вполне миролюбивы Все, что им надо, это чтобы их оставили в покое И только в тех случаях, когда животные застигнуты врасплох И чувствуют опасность, они становятся агрессивными Джордж хотел, чтобы я научилась стрелять не только мелких животных для еды Но и крупную дичь После того случая, когда я убила косулю в Зайфенмюле Я больше не хотела убивать животных Но я просто должна была стать хорошим стрелком Чтобы в исключительных случаях помогать Джорджу Первым, кого я здесь убила, был слон Три слона повадились уничтожать посевы фермеров Близ и Сеола И Джордж получил приказ убить их Я очень огорчилась, когда страхуемая сзади Джорджем На случай неудачи застрелила одного из этих прекрасных гигантов Джордж убил двух других Местные жители из племени Туркана Устроили праздник сырого мяса А мне пришла в голову мысль Что если я буду варить кусок слонов его языка В течение 48 часов в нашей кастрюле с герметической крышкой То может получиться вкусное блюдо Так я и сделала Когда к нам неожиданно пришли гости Я украсила язык зеленью И объявила, что предстоит особое угощение Вначале Джордж откусил большой кусок языка И тут же выскочил из комнаты Я тоже попробовала мое блюдо И немедленно последовала за Джорджем Особое угощение оказалось жестким, как резина И с отвратительным запахом Вскоре Джордж получил жалобы о набегах слонов На маисовые поля близ Вамбы Торгового центра племени Самбуру у отрога в горной цепи Матчус Чтобы сэкономить время Мы отправили вьючных животных вперед А сами выехали на машине через два дня На нашем пути мы проехали через Арчерспост В 1900 году это был единственный административный пункт На пути из Найроби в Адицебебу Сейчас на этом месте осталось лишь несколько камней От бывших фундаментов Вокруг простиралась бесплодная белая известняковая равнина Без каких-либо признаков растительности Не считая нескольких колючих деревьев и пальм-дум Мы остановились у родника Который был превращен в небольшой водоем Вода в нем была кристально чистой Поскольку она постоянно впитывалась в известняк И снова пополнялась из родника Наслаждаясь купанием в прохладной воде Мы заметили 7-сантиметровых рыбок Неизвестного нам вида Позднее мы узнали, что они принадлежат К какому-то виду келапии Как они попали в водоем Который расположен за многие километры от реки Осталось для нас загадкой После того, как мы пересекли равнину Местность стала сначала холмистой А потом начались горы Достигающие высоты 2400 метров Поздно вечером, когда мы проезжали Под высокой скалой Джордж обратил внимание На усеявшие ее черные пятна Как только он крикнул Черные пятна превратились В бабуинов Которые бросились к вершине скалы И исчезли Очевидно, они устроились на ночь На едва различимых для нас уступах Где их не может достать леопард Добравшись до вамбы Мы с сожалению узнали от наших погонщиков Что двумя ночами раньше лев перепрыгнул через изгородь Убил одного осла И так покалечил трех других Что все они погибли Это случилось настолько быстро Что погонщики не смогли уберечь животных Хотя одному из них Все же удалось прогнать льва своим копьем Мы провели ночь в Вамбе Потому что местный начальник Хотел, чтобы Джордж Застрелил одного из Вирепствовавших в округе слонов И оставил его труп на месте Для отпугивания остального стада Известно, что слоны Очень чувствительны к смерти Как человека Так и своих сородичей Мы еще не успели распаковаться А мне уже предложили купить Карликового мангуста Это был киплинговский рикитики-тави Примечание Речь идет о двух разных видах мангустов Карликовый мангуст Обитает в Африке А киплинговский рикитики-тави Относится к серым индейским мунго Бесстрашным истребителям ядовитых змей В Вамбе, которая ими славится Они населяют находящиеся поблизости термитники К несчастью для этих маленьких зверьков Их легко поймать и сделать ласковыми, ручными Конечно, я его купила И каждый раз потом, увидев карликового мангуста Привязанного в африканской лавочке Я покупала его И выпускала на волю в подходящем месте Была безлунная ночь, когда африканцы Повели нас к тому месту Где уже находились на поле слоны Мы шли друг за другом Стараясь не ломать стебли И не производить никакого шума Который мог бы выдать наше присутствие Мы знали, что слоны близко Но они также не издавали ни единого звука Обстановка была напряженной Вдруг ведущий остановился и указал на темную массу Поскольку встречный ветер Не доносил нашего запаха до слонов Мы подошли почти вплотную к стаду Одинокий самец стоял всего лишь В пятнадцати метрах от нас Я должна была осветить его фонарем Чтобы помочь Джорджу прицелиться Подняв фонарь над головой Джорджа Я включила его и направила на слона Раздались два выстрела Потом еще два Тишина, последовавшая за четырьмя выстрелами Вдруг разорвала сговором и смехом И вокруг нас внезапно появились люди Из племени Сэмбуру На следующее утро Нас разбудила шумная группа африканцев Которые просили нас застрелить еще одного слона Чтобы просто проучить их Вскоре Джордж выяснил мотивы их просьбы Ночью появились три семейства Из племени Вандеробо И съели все, что было наиболее съедобно У убитого слона И теперь Сэмбуру Хотели устроить свой праздник Но Джордж отказался убивать Еще одного слона по этой причине В тот же день Мы выехали в Барагои В местности, которую нам пришлось пересекать Водилось много львов И мы продвигались вперед медленно Охраняя наших вьючных животных Барагои оказался маленькой деревушкой На берегу речки Которая к тому времени пересохла Нам рассказали, что за неделю до нашего приезда Слон убил человека И с тех пор ежедневно в четыре часа дня Приходит на место трагедии Местные жители племени Хотели, чтобы Джордж застрелил этого слона И привели нас на то место, где слон напал на человека Там мы увидели несколько изодранных лохмотьев Глубокие ямы, где слон вонзал свои бивни в землю И еще свежие следы слона Мы попытались пойти по следам Но встретили лишь одного мирно пасущегося слона Который спокойно ушел, когда Джордж Сделал несколько неприцельных выстрелов у него над головой Положение жителей Барагои было тяжелым Они пострадали не только от недавней засухи Налетевшие тучи саранчи уничтожили всю растительность Превратив местность в пустыню Мы отдали жителям все наши запасы воды И поспешно уехали, надеясь добраться до следующего источника воды Пока еще не стемнело К тому времени Пиппин и маленький мангуст стали друзьями Я ехала на муле, держа собаку на коленях, а мангуста в кармане Засветло мы добрались до долины Саут-Хор И остановились у небольшого ручья Здесь был рай для слонов и других животных В засушливый сезон каждый вечер собирающихся к воде Нам очень хотелось искупаться, но мы знали, что следует подождать до утра Так как слоны имели право на воду Здесь нам удалось понаблюдать за слоненком Которому явно было не больше месяца И который с величайшим старанием повторял все движения матери Также хлопал ушами, поднимал хобот И изо всех сил старался не отстать от нее, когда она шла На рассвете Джордж отправил своих помощников на поиски браконьеров Больше всего ему хотелось поймать знаменитого Адукана, главаря крупной банды А пока мы решили прогуляться по пересохшему руслу реки Вдруг Джордж показал рукой вперед и опустился на землю Я последовала его примеру и увидела винторугую антилопу, малого куду Он щипал листья в подлеске, настороженно прислушиваясь малейшим звуком Даже к хрусту сломанной веточки Нас он не мог заметить, так как ветер дул нам навстречу И мы смогли спокойно наблюдать за грациозной и неуловимой антилопой Это настоящее чудо природы С серебристо-серой шерстью, пересеченной вертикальными белыми полосами С белыми отметинами в форме полумесяца на шее и белыми полосками на морде Голова антилопы увенчана рогами в форме лиры И все пропорции ее тела необычайно гармоничны После сетчатого жирафа, малой куду, мое самое любимое животное Как завороженные следили мы за этой антилопой, пока она вдруг не бросилась в буш и не исчезла Вернувшись в лагерь, мы увидели там группу мрачных браконьеров, находившихся под охраной наших помощников Пока Джордж допрашивал их, еще два помощника привели старого Туркана Знаменитого Адукана Он был легендарной фигурой И за его поимку не раз предлагались высокие вознаграждения Но безрезультатно Однажды, когда какой-то окружной чиновник, выслеживая браконьера, проходил по узкой тропе под утесом Адукан вскочил на него огромный валун Он промахнулся всего лишь на несколько сантиметров При аресте Адукана в пещере, где он был схвачен, помощники обнаружили много добытых им трофеев Там было полным-полно рогов-носорогов, кнутов из кожи бегемотов, серег из слоновой кости и браслетов, из шерсти жирафа и из волос слоновьих хвостов Все это Адукан намеревался пустить в продажу Теперь он со смешкой стоял перед Джорджем, полностью уличенный и признающий все свои преступления Когда Джордж поинтересовался, как случилось, что его поймали Он объяснил, что спросил Оракула о своем будущем И тот ответил, что его ждет арест Поэтому он сложил свои вещи и просто ждал, когда его возьмут Предсказание судьбы Оракулом является старым обычаем турканов Обычай состоит в том, что в воздух бросают сандалии, а потом рассматривают, в какое положение они легли, и толкуют его Под впечатлением веры Адуканов своего Оракула я спросил его, что происходит с моим отцом Он сел, бросил вверх сандалии и странным голосом возвестил, что мой отец чувствует себя превосходно Послал мне много денег и пожелания удачи Поскольку мой отец умер много лет назад, этот случай только укрепил мой скептицизм в отношении всяких предсказаний судьбы Вскоре Адукан, хотя и в наручниках, начал командовать своими пленными собратьями Потом среди помощников он узнал бывших членов своей шайки И, вероятно, отметил, что они выглядят упитаннее и счастливее, чем в то время, когда служили ему А также, что они уважают и любят Джорджа Прошло немного времени, и он сам высказал пожелание стать помощником Джорджа Обещая, если его примут, показать скрытые запасы слоновой кости Джордж был знаком с подобными рискованными предложениями И знал, что большинство браконьеров, принятых на работу на таких условиях, позднее все равно убегали Но он решил поверить Адукану Рискнул И риск оправдался Старый браконьер многие годы работал с помощниками Джорджа Научился пользоваться ружьем И, участвуя в операциях, надевал высокую красную фреску, как явный символ превосходства Сейчас, когда ему предстоял дальний путь, и мы проходили мимо его жилья Джордж спросил его, не хочет ли он навестить свою семью Он отказался, но попросил выдать аванс в счет будущей зарплаты Чтобы купить козла для своих близких в качестве прощального подарка На следующее утро мы увидели далеко внизу озеро Рудольф Выглядевшее расплывчатым голубым пятном, обрамленным кольцом черной лавы Теперь нам предстояло пробраться по труднопроходимым лавовым осыпям к вулкану Телики Ослы с большим трудом передвигались по этой дикой местности Но, наконец, мы добрались до защищенной от ветра стоянки Это было одно из тех мест, где венгерские исследователи Телики и Хёнель Открывшие озеро Рудольф и озеро Стефани Разбили свой лагерь в 1888 году Поставить здесь палатки оказалось делом нелегким Сильный штормовой ветер рвал веревки из руки, забивал глаза и нос песком После бессонной ночи мы вновь отправились в путь И вскоре пришли к широкой песчаной лагге Примечание — лагга, пересохшее русло реки На скалах, окружавших её, я обнаружила наскальные рисунки гигантских жирафов и антилоп с огромными рогами Луис Лики дал мне материал для калькирования Я смогла снять копии этих изумительных рисунков Потом в течение трёх часов мы ехали по старой лаве, покрытой слоями недавно излившейся лавы Я чувствовал себя очень неспокойно, когда под лавовой коркой, под копытами мула, гулко отдавались пустоты Достигнув, наконец, подножия вулкана Телики Мы привязали вьючных лошадей к нескольким приспособившимся к суровым условиям ладанным деревьям Из которых изготовляют ладан И поднялись к краю кратера Когда озеро Рудольф было открыто впервые, вулкан ещё действовал С тех пор на дне кратера появились три ещё маленьких вулкана Перед нами была завораживающая взор картины густой сетки Истине чёрных потоков новой лавы, пересекавших старую лаву И я начертила план, показывающий самые поздние извержения Я только сожалела, что не смогла запечатлеть запах, доносившийся из многочисленных серных источников Мы спустились к озеру, где в тени дерева нас ждал Питпин Был полдень, и было очень жарко Озеро манило к себе, но в зарослях тростника дремало не менее двадцати крокодилов Так что перед нами стоял выбор, либо продолжить наш путь без надежды встретить тень, сулящую прохладу Либо искупаться в воде в компании крокодилов Мы выбрали последнее Пока одни окунались в воду, другие бомбардировали животных камнями Тем не менее, один молодой крокодил преследовал нас так настойчиво, что в конце концов Джордж был вынужден пристрелить его Освежившись, мы отправились к небольшому водоему Сурима, расположенному близ южной части озера Питпин сидел у меня на коленях, чтобы не обжечь себе лапы на горячем песке Мы считали, что теперь заслужили дневной отдых, и я провела его, исследуя ближайшие окрестности На скале, нависшей над водоемом, было несколько наскальных рисунков верблюдов, явно недавнего происхождения Мы спросили жителей племени Ринделя, кто высек эти рисунки Они ответили, Банарис Потом, в километрах трех от озера, я наткнулась на наскальные рисунки совершенно иного характера В этом месте узкое ущелье выходило на большую круглую площадку, которая могла служить как местом для укрытия, так и местом сборищ На середине окружавших ее отвесных стен находился узкий уступ И над ним, на высоте вытянутой руки, виднелось несколько наскальных рисунков На одном из них изображалась вереница жирафов, ведомых человеком Я задумалась, не означает ли это, что в те времена, когда были сделаны эти рисунки, жирафы были ручными животными? Здесь я увидела также схематические рисунки ориксов, фламинго, буйволов, нацорогов и нескольких мелких видов антилоп Я скопировала их, и когда показала Луису Лики, он был восхищен Через два года эти рисунки были напечатаны в журнале Национального общества естественной истории Кении Впоследствии оригиналы были отправлены в Англию, в Лондон, где они вызвали большой интерес, поскольку представляли собой первые наскальные рисунки, найденные столь далеко на востоке в Восточной Африке Значительно позже мы с Джорджем встречали аналогичные изображения мамонтов в пещерах Южной Испании А в пустыне Сахара я видела пиктографическую письменность, похожую на ту, которую мы видели на холме Порр, близ островов Эль-Моло Примечание, древнейшая форма письма при помощи пиктограмм, то есть условных рисунков, обозначающих какие-либо действия, события, предметы и так далее Наша следующая поездка состоялась к источнику Хададо, который славился целебными свойствами своих вод, якобы излечивающих от любых болезней Считали также, что имеющиеся вокруг источника залежи солей возвращают женщинам способность беременеть Жители различных племен приходили к источнику со всей округи Даже Масари, жившие за многие сотни километров, приходили сюда Мы попробовали воду Она имела сильный привкус серы Однако нашим вьючным животным вода очень понравилась И стоило больших трудов оттащить их от источника Мы взяли маленькую плоскодонную лодку в надежде добраться до Южного острова Этот остров лишь однажды, в 1934 году, был исследован экспедицией во главе с Фуксом, известным впоследствии своими антарктическими исследованиями Его экспедицию постигло несчастье Едва ее участника, Дайсон и Мартин, утонули Джордж надеялся во время нашего путешествия высадиться на Южном острове Но этот план, как и в предыдущие его поездки, был сорван пользующимся дурной славой ветром Который сделал переправу невозможной На этот раз штормовой ветер достигал скорости почти 150 км в час Вместо этого мы обследовали северо-западную часть, побережье озера Нам пришлось идти преимущественно пешком, поскольку покрытая лавой земля была непроходимой для мулов Жара была невыносимой И хотя мы шли преимущественно ночью, я часто бросалась в озеро, одетая в бриджи, джемпер и ботинки Так что я ощущала прохладу только в тот короткий период времени, пока они высыхали Днем мы вынуждены были закрывать каждый сантиметр нашего тела, чтобы палящие лучи солнца не сожгли кожу А Джордж пользовался даже губной помадой, чтобы предохранить губы от растрескивания Сквозь лаву кое-где пробивалась изумрудно-зеленая трава, которая так и манила к себе Но когда мы попытались на нее сесть, то моментально подскочили, поскольку каждая травинка была подобна иголке В последующие недели наши несчастные вьючные животные не могли найти ничего другого для пропитания, кроме этой травы В результате многие из них заболели, а пять ослов погибло Кроме травы встречалось также несколько видов грибов-дождевиков Из них турканы извлекают темный порошок и используют его для окраски своих щитов Однажды, проходя мимо скалы из Туфа, я заметила черепки посуды Я собрала их и позднее отправила в музей в Найроби Как выяснилось, сделанные на них орнаменты были неизвестного происхождения Мы разбили лагерь в лес озера на Трон, где скалистый берег подходит к глубокой части Здесь мы могли не опасаться крокодилов и, взяв гарпунные ружья и маски, устремились в воду К нашему изумлению мы обнаружили двух маленьких ярко окрашенных рыбок Одна была красной и так же, как коралловая рыбка, имела фальшивый черный глаз возле хвоста И пятнышки ярко-синего и бирюзового цвета на плавниках У другой, выглядевшей так, будто она из черного бархата, были переливающиеся голубые пятна на плавниках Я сделала наброски по памяти, поскольку знала, что как только рыбок вынешь из воды, они тут же потеряют свою окраску Позднее поймав этих рыбок и сохранив при помощи соли, мы отправили их в музей, где определили, что они принадлежат к видам Которые до тех пор были известны как обитающие только у западного побережья Африки Я также отправила в музей хамелеона с белыми ногами и белыми отметинами на теле И черепаху с очень плоским панцирем Они оба оказались представителями неизвестных видов Однажды вечером, когда, изнуренная жарой, я отдыхала в палатке Из-за холма появился длинный караван, сотню верблюдов Каждый их шаг сопровождался низким звуком клонг-клонг Их деревянных ручной работы колокольчиков Шествуя по истине черной лаве на фоне отливавшего свинцом озера И огненно-красного вечернего неба, они походили на сказочное видение Женщина, ведущая караван, казалось, тоже появилась из сказки Она была высокой и длинноногой, с монгольскими чертами лица А ее волосы были убраны в высокую прическу, окрашенную охрой и смазанную жиром Ниже пояса ее тела закрывали верблюжьи шкуры, выкрашенные охрой Тогда как шею и плечи украшало широкое ожерелье, сплетенное из коры пальмы дум И богато украшенное цветным бисером На лбу женщины блестели три металлические нитки бус В ушах висели металлические серьги в форме полумесяца За нею следовало несколько красивых мужчин из племени Ринделя Жители этого племени независимы и довольно зажиточны Наш следующий лагерь мы разбили в Лоянгалане, оазисе среди лавовой пустыни Здесь были источники пресной воды, мягкая трава и дающая тень пальмы дум С того места, где мы находились, берег озера Рудольф был как будто покрыт хлопком Но когда мы приблизились, то оказалось, что это стаи пеликанов, гусей, уток, ибисов, колпиц, фламинго, аистов, цапель, чайки, других водоплавающих птиц Было любопытно наблюдать пеликанов за рыбной ловлей Они плавали открытым V-образным строем Держась непосредственно друг за другом И погружая одновременно голову в воду, ловили рыбу, которая заплывала в эту своеобразную западню Однажды мы направили нашу лодку к островам Эль-Молу Там мы обнаружили несколько непрочных шалашей, сделанных из шестов и покрытых, собранные в озере, растительностью Они были придавлены валунами, чтобы их не сдул ветер Это были жилища двух семейств, населяющих Эль-Молу Подвергаясь гонениям со стороны более сильных племен, они, наконец, нашли себе убежище на этих маленьких островах Которые, когда Телики обнаружил озеро, еще соединялись с материком Жители Эль-Мола питались рыбой, иногда мясом бегемотов и крокодилов, или для разнообразия черепах С примитивных платов, сделанных из трех стволов пальмы дум Они ловили рыбу с помощью острог и сетей, изготовляемых из волокна той же пальмы дум Единственного дерева, которое не гнило в щелочной воде В качестве тарелок жители Эль-Мола использовали панцирь и черепах Это были драгоценные тарелки, поскольку местные черепахи принадлежат к роду Трионикс Африканские представители которого обитают только в этом озере и в Ниле Британский музей многие годы пытался приобрести такую черепаху, но безуспешно Поэтому мы предложили большое вознаграждение тому, кто поймает нам черепаху Вскоре черепаха была поймана и преподнесена нам Позднее мы отправили ее в Лондон В то время на островах Эль-Мола жило всего 80 человек, которые из-за слишком щелочной диеты страдали от цинги и рахита Тем не менее местные жители приветливо отнеслись к нам И я была огорчена тем, что они, казалось, были обречены на вымирание К счастью, этого не случилось, поскольку правительство, узнав о таком бедственном положении Обеспечило их овцами, козами и овощами Я хотела нарисовать чету жителей Эль-Мола И Джордж предложил им награду за позирование табак Тогда ко мне выстроилась целая очередь Несмотря на бедность, эти добрые люди предложили нам целую груду гигантских тилапий Который очень вкусный Когда Джордж убил крокодила, жители пришли в сильное возбуждение И стали буквально рвать свежее мясо и даже жесткую шкуру, которая, по их уверениям, была не менее вкусной Однажды вечером мы вышли поискать крокодилов вокруг нашей палатки Их глаза сверкали, отражая свет нашего факела Джордж застрелил одиннадцать штук, после чего мы думали, что другие, безусловно, уберутся во своясь Какой же был мой ужас? Когда на следующее утро я проснулась и увидела крокодила перед моей палаткой Я застрелила его прямо из постели Джордж занялся поимкой местных браконьеров, а я исследовала другой остров из этой же группы На небольшой площадке я увидела несколько пирамидок из камней и попросила наших работников разобрать камни Под одной из пирамидок оказалась каменная плита, а под ней песок и несколько костей Еще в Цюрихе, а позднее от Луиса Лики, я узнала, что никогда нельзя вытаскивать отдельную кость А следует обнести песок, пока не покажется соединение костей Здесь я обнаружила целый скелет Он был захоронен в согнутом положении на правом боку с руками и коленями, сложенными вплотную к лицу Аккуратно сфотографировав и зарисовав скелет, я завернула кости в вату и сложила в коробку В другом захоронении был такой же скелет Близ захоронений я нашла цветок желтого портулака Первый цветок, увиденный мною у озера Рудольф Позднее оказалось, что это новый вид Затем мы направились к горе Кулау Вулканическому массиву, протянувшемуся параллельно озеру на 45 километров Когда деятельность вулкана прекратилась, землетрясение раскололо массив посередине В результате образовался круглый провал глубиной в 1200 метров и диаметром 6 километров Постепенно стены его избороздили расселены, напоминающие дольки апельсина, соединенные у основания и веером, расходящиеся кверху Массив увенчан крутыми узкими гребнями, ведущими к вершине, покрытой тропическим дождевым лесом Сравненный Кулау выглядел как ничего собой не представляющий холм Но в действительности он представлял собой одно из чудес света Почти такое же, как Гранд Каньон в Аризоне Мы добрались до подножия Кулау на закате И люди принялись сооружать бума для защиты наших вьючных животных Примечание Бума — краль, обнесенный высокой изгородью из срубленных колючих веток На ночь у него загоняют весь домашний скот Пока продолжались работы, местные жители рассказали нам, что несколько львов напало на верблюдов жителей племени Ренделя и Самбуру, которые живут у вершины горы Они попросили Джорджа убить этих львов Джордж был удивлен новостью, поскольку никогда раньше не слышал о львах на Кулале И знал лишь, что там встречаются буйволы и антилопы, большие куду В прошлом на горе обитали даже слоны, но они давно уже были истреблены браконьерами На следующее утро мы попытались найти гребень, достаточно широкий для того, чтобы по нему могли подняться наверх ослы Но, в конце концов, во многих местах, там, где он был слишком узким, мы были вынуждены развьёчить их и нести груз на себе Поднявшись на высоту почти две тысячи метров, мы достигли вершины Сильная жара сменилась пронизывающим холодом И мы сели в сыром тропическом лесу вокруг костра, натянув толстые пуловеры И через завесу серых лишайников наблюдали за мерцающим в Марьеве далеко внизу озером Утром, пока Джордж допрашивал браконьеров, я взяла свой альбом для рисования и акварельные краски И пошла с проводником к центральному провалу, край которого был настолько узким, что местами наши ноги соскальзывали по обе его стороны Отсюда открывалась широкая панорама, и чтобы передать её внушающее трепет величия, мне пришлось взять три листа бумаги и рисовать по частям На другой день мы отправились вниз к обширной пустыне, чтобы обследовать ущелье, ведущее к центральному провалу Когда мы шли по узкой тропе, огражденной с обеих сторон отвесными стенами почти стометровой высоты Которые часто сходились настолько близко, что даже трудно было развести руки в стороны Нам повстречались два носорога, видимо, жившие здесь К счастью, нам удалось спрыгнуть на узкий уступ, покрытый кустарником, и таким образом избежать столкновения с ними Потом мы пришли к огромному валуну, перед которым находилась глубокая яма, наполненная дождевой водой Она преграждала нам путь вперёд Мы прошли ещё около трёх километров, но по-прежнему были далеки от центра провала Тогда мы повернули назад и взобрались по южному склону Кулала Тропа была очень узкой, но вполне достаточной для того, чтобы по ней прошли ослы Вдруг всех нас охватила паника На противоположной гряде мы увидели носорога, несущегося вниз, как потерявший управление танк Он был отделён от нас глубоким ущельем, но всё равно зрелище было страшным В эту ночь мы разбили лагерь на южной вершине, оказавшейся такой же холодной и сырой, как и северная Через некоторое время появились несколько старейшин из племени Самбуру и попросили Джорджия убить льва, нападавшего на их скот Они рассказали нам, что у льва существует привычка прятаться на ветве дерева и следить за проходящим мимо стадом Выбрав жертву, он прыгал на неё и тащил прочь, тогда как остальное стадо разбегалось в разные стороны На стволе дерева нам показали глубокие царапины, которые наверняка были оставлены львом, и это убедило нас в правдивости истории Пока наши люди разбивали лагерь и строили прочные бома для ослов, мы отправились на поиски льва и обнаружили его совсем недалеко Он явно интересовался нашими ослами, но не успел Джордж выстрелить, как лев мгновенно исчез Весь вечер мы были настороже Около десяти часов вечера Джордж схватил ружьё и дважды выстрелил Оказалось, что три льва перепрыгнули через колючую загородку и сильно покалечили одного из ослов Джордж убил одного льва и ранил другого, а третьему удалось уйти Поразительно, что ни одно из наших вьючных животных не издало ни единого звука, когда львы напали на них К сожалению, раненый осёл погиб Мы пытались выследить ускользнувшего льва, но вокруг было так много следов скота, что нам не удалось этого сделать На следующее утро к нашему каравану присоединился телёнок Буйвола, потерявший свою мать Его привели жители племени Самбуру и попросили из него Я назвала его Сигерея Эгиток, что на языке Самбуру означало длинное ухо Мы предполагали, что его мать убита браконьерой Каким бы маленьким ни казался Эгиток, он был достаточно силён, чтобы сбить с ног зазевавшегося человека У Эгитока уже были две маленькие шишки на лбу В будущем они станут грозным оружием Но в тот момент он был нежным, хотя и буйным малышом, который сосал мой большой палец и следовал за нами повсюду, куда бы мы несли Кормить его, однако, вскоре стало для нас проблемой, поскольку ему требовалось четыре бутылки молока в день Кроме того, буйволёнок должен был отправиться с нами в переход по пустыне А он привык к прохладному климату и ещё не мог преодолеть предстоящий путь на своих ногах Тогда мы одолжили на время дойную корову с телёнком и двух верблюдов Сделали корзину из прочьев, набили её травой и привязали к одному из верблюдов В этой люльке мы пронесли Эгитока более 150 километров по пустыне к тому месту, где нас ждали грузовики Маленький караван состоял из ведущего верблюда, к хвосту которого был привязан второй верблюд, несущий Эгитока Потом шла корова со своим телёнком, а за ними следовала вереница браконьеров под охраной помощников зёрда Когда мы прибыли в Барагои, Эгиток был бодрым и весёлым Снова в Конго В 1944 году Джордж смог взять небольшой отпуск, и мы решили поехать в Конго Руководство национальных парков Кении дало нам рекомендательное письмо своим коллегам в управлении национальных парков Бельгийского Конго В котором просили последних оказать нам содействие в восхождении на действующие вулканы Тогда там было семь таких вулканов, извержения которых происходили через каждые семь лет В 1944 году была очередь вулкана Ньирогонга, находящегося недалеко от озера Киву Мы избрали путь, который когда-то я проделал вместе с Сали Ацет И, наконец, добрались до подножия потухшего вулкана Мухавура Мы знали, что этот вулкан был одним из мест обитания горных горилл И, надеясь увидеть их, наняли проводника с тем, чтобы по склонам, покрытым густыми лесами, подняться на вершину Нам надо было преодолеть высоту почти в 4000 метров И чем выше мы поднимались, тем всё круче и круче становился подъём А местами приходилось карабкаться, как по крутой лестнице Мы находили следы горилл Но они, видимо, почуяв наше приближение, скрывались Час за часом мы пробирались вверх Наконец, растительность начала редеть И перед нами открылась широкая панорама местности, раскинувшейся внизу Небо было затянуто облаками, и проводник настойчиво торопил нас идти дальше, пока ещё туман не преградил окончательно нам путь Уже начал моросить мелкий дождь, и это было для меня настоящей пыткой Ибо здесь росло много новых растений, которые мне хотелось бы получше рассмотреть Мы только успели достичь вершины вулкана И увидеть в глубине кратера озера, как спустился густой туман И нам пришлось быстро возвращаться назад, чтобы не заблудиться Спуск оказался ещё тяжелее, чем подъём Ноги у меня дрожали, и каждый шаг давался с огромным трудом Вернувшись в лагерь, я попросил нашего проводника подняться на следующий день с нами на один из двух других вулканов Он отрицательно покачал головой и, улыбаясь, сказал, что лучше было бы немного подождать Как он был прав, стало понятно на следующее утро Мы не могли сделать и шагу, а боль во всём теле ощущалась даже при поездке в машине Однако мы скоро почувствовали себя достаточно сносно, чтобы посетить Ватутси, племя гигантов Приблизившись к их поселению, мы увидели нескольких здоровых на вид мужчин Восседавших с зонтиками в руках на носилках, которые несли несколько человек На наши расспросы нам ответили, что эти люди принадлежат к знати, и они никогда не ходят пешком Затем мы миновали несколько выбеленных круглых хижин, украшенных красивыми орнаментами, которые были выполнены красной охрой и тёмно-серой краской Вы заметили, что у многих местных жителей в руках были весьма изящные самодельные корзины Миновав ещё ряд хижин, но уже более причудливой формы, мы наконец пришли ко дворцу местного короля У нас было рекомендательное письмо от кенийских властей И на следующий день мы были представлены королю Король Рудохигва был настолько высоким человеком, что я должна была запрокидывать голову, чтобы взглянуть ему в глаза В его красивом приёмном зале мы беседовали об истории народа Ватуцци Говорили о его знаменитом крупном рогатом скоте длиннорогой породы Этот скот не только никогда не доили, но и никогда не забивали на мясо К нему, видимо, относятся так же, как относятся к священным королам в Индии Король свободно говорил на английском и французском языках и был одет как европеец Он только что вернулся из Бельгии, где находился с официальным визитом Не зная этикета Ватуцци, я спросила, нельзя ли мне нарисовать его портрет С обморожительной улыбкой король ответил, что ему будет трудно найти для этого время Однако он согласился, чтобы я сфотографировала его Поощрённая этим, я спросила, не могла бы я сфотографировать его мать Но оказалось, что она живёт в другом дворце Продолжая задавать вопросы, я попросила разрешения сфотографировать знаменитые стада Но мне сказали, что они пасутся далеко в горах И будут в более лучшем состоянии, когда вернутся оттуда ко дню специального обряда Который состоится несколько позднее Я, несомненно, выглядела разочарованный И поэтому король любезно попросил своего аджетанта Организовать на следующий день танцы воинов своего племени Это было замечательное зрелище Высокие, стройные мужчины ритмично двигались в танце, делая высокие прыжки Но, увы, многое в их нарядах было заменено современными деталями Например, вместо прежних оригинальных декоративных одеяний Теперь с талии долодыжек свисали многочисленные разноцветные хлопчатобумажные ленты Подлинными остались лишь небольшие барабаны, под которые они танцевали Следующую остановку мы сделали у озера Киву Где окружной чиновник дал нам охрану Дороги у озера оказались в ряде мест перекрыты потоками лавы И на них было очень много опасных крутых поворотов Куда бы мы ни направлялись, перед нами всегда возникал силуэт вулкана Ньерогонго И с наступлением темноты мы наблюдали захватывающее зрелище Над бурлящей лавой, стекающей по склонам вулкана, одно за другим поднимались красные облака На следующем этапе пути руководство национального парка предоставило в наше распоряжение проводника и носильщиков Чтобы помочь нам совершить восхождение на гору Нам порекомендовали разбить лагерь метров на сто ниже края кратера Где сладнее действия ядовитых сернистых паров Поднимаясь наверх через заросли тропического дождевого леса Я заметил много таких растений, которые не росли в Кении Я, конечно, знала, что в национальном парке строго запрещено рвать какие бы то ни было цветы Но не могла удержаться от соблазна сорвать и зарисовать ярко-красную орхидею При этом я чувствовала себя вдвойне виноватой, поскольку не только нарушила правила Но к тому же была гостем директора доктора Девилде Я успокаивала свою совесть мыслью, что зарисовки могут иметь какую-то ценность для ботаников Когда мы вернулись, я призналась в своем преступлении На что мне вежливо, но твердо было сказано, что рисунки будут конфискованы и отправлены в Антверпен И что меня могут ожидать и другие последствия Однако на протяжении нескольких лет никаких последствий я не дождалась Если не считать, что я получила третий том семенных растений в флоре бельгийского Конго Изданный институтом парков В нем я увидела свои зарисовки, использованные в качестве цветных заставок С книгой пришла также благодарственная записка от директора В которой говорилось, каким ценным вкладом в это роскошное издание оказались мои рисунки Только поздно вечером мы добрались до подходящей для лагеря площадки у вершины вулкана Мы прошли к его краю Ветер относил дым, поднимающийся из кратера в противоположном направлении И поэтому все хорошо было видно Центральная, почти двухсотметровая стена кратера Отвестно поднималась с плоского дна, имеющего круглое отверстие посередине Откуда поднимались темно-красные клубы пара, сгущавшиеся в мощные облака и вырывавшиеся высоко в небо Нас оглушило неистовое клокотание лавы, кипящей где-то глубоко внизу Зрелище было поистине грандиозным Мы с Джорджем сидели в полном молчании День угас И мерцающие огненные облака поднимались в черную бесконечность У меня было впечатление, будто я наблюдаю нечто такое, чего человек никогда не должен видеть Недремлющие силы природы, создающие нашу планету Позднее мы поднялись на другой вулкан Ньямлагиру Несколько лет назад мы с Сали Ацет наблюдали, как он извергал лаву в озеро Теперь его огромный кратер бездействовал Лава в нем застыла И нам было разрешено пересечь его на свой страх и риск Мы обнаружили, что в главном кратере находилось несколько меньших очагов извержений На различных стадиях остывания, которые были соединены между собой Излившиеся в разное время лавой На пластах пемзы громоздились обломки с острыми, как ножи, краями Огромные валуны застряли между отдельными скалами Что как часовые возвышались над собранной в гармошку коркой лавы Из которой со свистом прорывались зловонные сернистые газы Часто под ногами я ощущала пугающую пустоту И боялась, что корка лавы не выдержит моего веса И я провалюсь в кипящий лавовый котел Наша экспедиция была, несомненно, рискованной И, возможно, даже безрассудной Но нас влекло неудержимое желание Заглянуть в мир, который обычно мы лишены возможности видеть Несмотря на все великолепие вулканов Мы никогда не теряли надежды увидеть лесных горил И поэтому, когда добрались до Луберо Где обитают эти обезьяны Мы зашли к инспектору по охране диких животных И попросили разрешения на их поиски Гориллы очень строго охраняются И только доверяя Джорджу как своему коллеге Он согласился удовлетворить нашу просьбу Инспектор оказал нам большую помощь Учитывая, что мы торопились И что леса, в которых обитали гориллы, труднопроходимы Он послал сначала несколько человек Обнаружить их местонахождение Как только они возвратились Мы отправились в путь Молча шагая друг за другом В сопровождении тридцати загонщиков Мы карабкались через поваленные деревья И путались в лианах То поднимаясь вверх, то опускаясь вниз По крутым склонам Иногда до нас доносился очень сильный запах горилл И несколько раз наш проводник Чуть не столкнулся с вожаком стада В отличие от других приматов Во главе группы которых стоит самка У горилл Семью охраняет самый старый самец Нам лишь мельком удалось увидеть Как две самки пересекали лесную поляну Каждая из них прижимала к груди своего детеныша Прыгая на трех лапах Устав от изнурительных поисков Мы присели отдохнуть и послушать страшные рассказы Наших загонщиков о грозных гориллах Для убедительности некоторые из них Даже показывали шрамы на своем теле Неожиданно из зарослей появился вожак горилл Пронзительно закричал И бросился прямо на нас К счастью, он споткнулся о ветку и упал Мы вскочили на ноги А горилла внезапно исчезла Однако проводник сказал, что нам лучше вернуться домой Так как если мы будем и дальше преследовать эту гориллу То она может снова напасть на нас Пришлось последовать его совету Мы видели гориллу восемь раз Что уже само по себе было большим достижением Поскольку другим за многие дни поисков Не удается ни разу даже мельком увидеть их Джордж давно мечтал посетить станцию по приручению слонов Гангала на Бодио Где африканских слонов обучают работать Этот эксперимент был начат в то время Когда намечалось осваивать часть Конга Недоступную для транспорта В Индии, где слоны менее крупные и более послушные Их уже давно обучили служить человеку В возрасте примерно четырех лет Слона отделяют от стада И связывают веревками В сопровождении двух уже прирученных слонов Его доставляют на станцию И помещают в загон Когда наступает время обучать слона ложиться Сверху опускают ему на плечи Обитую чем-либо мягким деревянную колоду И слегка надавливают Первый этап выработки у слона послушания Обычно занимает четыре дня К сожалению, более сильного и более упорного Африканского слона обучать гораздо труднее Чтобы заставить его ложиться Ему цепями медленно тянут ноги Передние вперед, а задние назад До тех пор, пока бедное животное не падает на землю Впоследствии такие слоны Повинуются малейшему прикосновению Или приказанию своего погонщика Впрочем, бывали и несчастные случаи среди людей Проработавших со слонами много лет Объясняется ли это непредсказуемым характером дикого слона Или старинной легендой о том, что слон ничего не забывает Что бы ни соответствовало истине Мои симпатии на стороне слона Поскольку, на мой взгляд, силой ничего конструктивного добиться нельзя Старший инспектор по охране диких животных Конго Капитан Флайс Хауэр Возражал против обучения слонов в нынешних условиях Он утверждал, что тракторы, которые могут работать 24 часа в сутки Могут пробиться через самые непроходимые джунгли И хотя их эксплуатация требует солидных расходов Эти затраты ничтожны по сравнению с расходами на содержание слонов К тому же слоны могут работать только 4 часа подряд А в остальное время дня их надо кормить Им надо отдыхать Их надо водить на реку купаться Поскольку, если вы хотите, чтобы слоны были здоровы То кожа у них должна быть влажной И такие ежедневные купания для них обязательны Наконец, слонов нельзя перевозить из одной местности в другую Так как, не говоря уже о трудностях их транспортировки Акклиматизировавшись в одном месте, они часто заболевают Если их перевозят в другое Капитан Флайс Хауэр спросил нас Не думаем ли мы, что кенийские власти Могут взять обученных слонов и использовать их Для развлечения туристов Зная, что управление национальных парков проводит политику Сохранения диких животных в их естественных условиях Джордж не выразил большой надежды в отношении этой перспективы Мы обрадовались, что нам показали карантинные загоны Где находились окапи Эти редкие и красивые животные Являются ближайшими сородичами жирафов На карантинных пунктах окапи содержатся отдельно друг от друга до тех пор, пока не выяснится, что у них нет никакой инфекции И их можно направлять в зоопарки, где они будут одними из самых редких экспонатов Раньше сохранить окапи в зоопарке живым и здоровым было весьма трудно, пока не обнаружили, что губительную инфекцию, которая часто распространяется среди них в неволе, вызывают паразиты, обитающие в их помете Разумеется, на воле они редко, если вообще когда-либо соприкасаются со своим пометом И этим объясняется то обстоятельство, что заражаются животные главным образом в неволе Как только паразита обнаружили и установили, что он является причиной заболевания, против него было быстро найдено средство К Рождеству мы добрались до Бени, где решили осмотреть пещеры Хойо, находящиеся всего лишь в нескольких часах езды от него И, взяв с собой припасы, чтобы отметить праздник, отправились по дороге, ведущей к лесу Дорогой давно не пользовались, и она была в таком скверном состоянии, что наш лендрозер с трудом продвигался вперед Мы уже решили повернуть назад, как вдруг перед нами предстал прекрасный сад с розами На противоположном конце которого стоял белый дом с тростниковой крышей Из дома появилась привлекательная молодая блондинка и мужчина значительно старше ее Когда мы представились, они пригласили нас провести с ними праздник На протяжении многих лет Роткарт был старшим геологом в бельгийском Конго И именно он открыл пещеры Хойо Он надеялся начать исследование этих пещер немедленно, но все время не хватало денег на организацию экспедиции И лишь после ухода на пенсию у него появилась возможность обследовать их Он обнаружил, что всего было семь пещер с богатыми залежами гуано и ископаемыми остатками вымерших животных Когда правительство Бельгии узнало об этих ценных открытиях, оно выделило средства на исследование пещер Но, к сожалению, начало Второй мировой войны положило конец предпринятым усилиям Роткарт дал замечательное описание этих труднодоступных пещер Входы в большинство из которых находятся высоко над нынешним уровнем местности и со стороны почти незаметны Ему пришлось использовать высокие лестницы, чтобы добраться до входов, которые были настолько узки, что он с трудом протискивался в них Внутри пещер находились огромные ниши, покрытые в основном гуану Во время последующих обследований ему удалось также обнаружить озеро и несколько водопадов Пещеры находятся на разных уровнях и уходят на какое-то расстояние вглубь горной системы Великого рифта При снятии поперечного среза для определения толщины слоя гуану были обнаружены ископаемые остатки исчезнувшей фауны Роткарт отправил некоторые образцы своих находок в Антверпен, где они вызвали огромный интерес Как эти животные попали в пещеры, останется, видимо, тайной до тех пор, пока не будет лучше изучено смещение пластов горных пород системы Великого рифта Нас пригласили осмотреть две пещеры, в которые проведено электричество И мы смогли увидеть огромный лабиринт узких проходов и туннелей и услышать вдали грохот водопада Ома тихо скончалась в Зайфенмюле 17 апреля 1946 года В том времени наша семья лишилась всей собственности Траута и моя мать остались в Вене, Дорле поселилась в Англии А другие мои родственники живут в разных местах земного шара И, наконец, долина Зайфенмюля стала дном созданного в Чехословакии водохранилища Я никогда больше не возвращалась в эти места с тем, чтобы сохранить нетронутыми свои воспоминания детства В это время я получила ряд заказов на рисунки цветов А также продала музею некоторые свои предыдущие зарисовки Следующая поездка привела нас на сомалийскую границу в Колбио Здесь Джордж сильно заболел дизентерией И я срочно отвезла его на побережье в Малиндии Где жил ближайший в этом районе доктор Джордж выздоровел быстро Но ему нужен был отдых И поэтому мы приняли приглашение задержаться здесь И отпраздновать окончание поста Рамадана Меня настолько поразило великолепие традиционных одежд Которые носили по этому случаю арабы Что я попросила окружного чиновника Чтобы он нашел для меня кого-нибудь из местных жителей в качестве натурщика Опыт описания портретов у меня тогда еще не было И поэтому я крайне смутилась Когда на следующий день ко мне пришел Ливали Шейх Азан Примечание Глава религиозной общины, назначаемой правительством Он был весьма уважаемым и важным лицом Поскольку был и религиозным вождем И главным судьей арабской общины, жившей на побережье Еще больше я встревожилась, когда услышала от него Что недавно его портрет рисовал один известный французский художник И меня мучил вопрос Не стоит ли признаться, что я почти не умею писать портреты Но хотя я этого и не сделала Шейх скоро сам оценил обстановку и понял Что я была совершенно неопытным человеком Однако, будучи подлинным джентльменом Он безропотно выдержал навязанную ему пытку Мое творение, конечно, не было шедевром Но я храню этот набросок еще и по сей день Тогда я и не предполагала Что он станет одним из первых из 700 портретов африканцев Различных племен Кении В традиционных орнаментальных украшениях И что мне предстоит провести 6 лет в отдаленных местах Чтобы создать такое рекордное число рисунков Из Малиндии мы с Джордан на грузовике направились в лесной массив Бони Эта заповедная зона шириной почти в 50 километров Протянулась параллельно побережью от порта Ламу До сомалийской границы Нам приходилось прокладывать путь через болотистую местность Где обитало много диких животных и процветало браконьерство Потом мы направились в маленькую рыбачью деревушку Киунга Расположенную на побережье в нескольких километрах от границы На следующий день после нашего приезда пошли сильные дожди И мы застряли здесь на несколько недель К счастью, мы захватили с собой подводные ружья и маски И поэтому смогли исследовать коралловые рифы Где я увидел еще большее разнообразие сказочных рыбок Чем в порт Судане Зная, что вытащенные из воды Они теряют свою радужную окраску через несколько минут Я приносила все свои принадлежности для рисования на рифы И поместив только что пойманную рыбу в миску Быстро делала цветной набросок Затем уже на берегу я делала детальный акварельный рисунок по наброскам Добиваясь точного воспроизведения оригинала После этого мы засыпали рыбок солью И отвозили их в музей в Найроби Где с них делали гипсовые слепки 80 моих рисунков приобрел муниципалитет Момбасы С намерением выставить их в будущем морском музее Но, увы, ко времени его открытия большая часть рисунков пропала И таким образом единственная коллекция рисунков коралловых рыб Написанных прямо на рифах Была безвозвратно потеряна В этот период я заболела И в конце концов решила направиться в Лондон на лечение Вместе с тем я хотела использовать вечера в Лондоне Для вырезания шахматных фигур из слоновой кости Фигурки африканских девушек и юношей Изображали бы пешки Фигурки африканцев в своих неповторимых головных уборах Были бы королями и королевами А жирафы стали бы конями В департаменте охоты мы приобрели несколько кусков слоновой кости И распилили их на бруски трех различных размеров Теперь, до получения проездных документов Я рисовал портреты африканцев из различных племен Которых встречала во время своих поездок С намерением использовать их в качестве моделей Для будущих шахматных фигур По пути в Лондон Я познакомилась с одним пассажиром Интересовавшимся жизнью в отдаленных районах Африки И показала ему свои рисунки Он предложил мне по приезде в Лондон Показать их редактору английского географического журнала Geographical Magazine Майклу Хаксли И к моему удивлению посоветовал написать так же статью Проиллюстрировав ее моими рисунками Поскольку у меня почти совсем не было писательского опыта Я предложил, чтобы текст статьи подготовила Алис Рис Впоследствии наша совместная работа была опубликована в этом журнале В Лондоне я сняла комнату рядом с врачом, который меня лечил Много времени я проводила в картинных галереях Безуспешно пытаясь понять искусство сюрреализма В надежде, что современница Огастеса Джона и Бернарда Шоу сможет помочь мне Я навестила уже совсем старую и слабую госпожу Этель Уокер, проживавшую тогда в Челси в одной комнате Стены комнаты были увешаны ее великолепными картинами На мой вопрос, что она намерена сделать с ними Она пожала плечами и сказала, что, возможно, оставит их женщине Которая убирает ее комнату Хотя госпожа Этель была бедна Она не желала расставаться ни с одной из своих картин, пока была жива После ее смерти некоторую из картин приобрела галерея Тейт Она пригласила меня навестить ее еще раз И когда я пришла во второй раз Она познакомила меня с директором художественной школы Слейт Взглянув на мои зарисовки африканцев из различных племен И узнав, как мало времени я буду в Лондоне И как мне хотелось бы посещать занятия в школе Он разрешил мне поступить вне очереди Однако мне не нравилось делать карандашные эскизы Капетелей древних колонн И через какое-то время, захватив свой мольберт Я решительно пошла на занятия прямо в класс наиболее подготовленных учащихся Я была поражена тем, что это вторжение мне удалось Поскольку всем должно было быть ясно, что я из начинающих Но я была принята и, как мне кажется, добилась заметных успехов После Лондона по пути в Вену Я остановилась в Цюрихе Где посетила директора журнала Ду доктора Корти Который хотел ознакомиться с некоторыми моими рисунками цветов Для иллюстрации статьи о Кении Мы провели с ним интересный вечер Он высказал мне свое убеждение, что воины не должны совершаться И ненависть и предубеждения между народами различных стран должны быть устранены Доктор Корти намеревался воспитывать осиротевших детей разных национальностей Родители которых погибли на войне И обучать их до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми Чтобы самостоятельно избрать себе профессию Этот эксперимент поддержало швейцарское правительство И в нем приняли участие и другие страны Чтобы дать своим юным учащимся возможность в какой-то мере знакомиться с другими континентами И таким образом расширять круг своих интересов Он предложил мне присылать ему раковины, иглы дикобраза Или даже такие кустарные поделки, как небольшие игрушки, сделанные африканскими детьми Разумеется, я с удовольствием посылал ему эти подарки В то время Вена еще была занята войсками союзников И было очень трудно добиться разрешения на въезд Однако после нескольких недель ожидания и неоднократных звонков в английское посольство Я получила пропуск на две недели для посещения своей семьи Трауты и несколько друзей с цветами ждали меня на вокзале Мы сразу же направились к собору святого Стефана Где я ранее никогда не была И поднялись на верхнюю площадку его шпиля Затем мы поехали навестить мою мать Она выглядела очень постаревшей и осунувшейся Когда срок моего разрешения истек Я вернулась в Кению Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому